Роман Алексеевич И я хочу напомнить, до Олимпиады осталось 800 дней Черт! Все, не психуй Наверняка есть талантливые ребята в регионах Вот надо там поискать А деньги на поездки я найду Роман Алексеевич 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 Отвечающий характер, конечно. Ну, ты хоть раз видел чемпиона мира с легким характером? А что ты мелочишься-то? Бери выше, олимпийского чемпиона. Попрошу не ерничать. Ты меня сто лет знаешь, что если я говорю чемпион, да чемпион. Команда! Все друг друга дополняют. И вместе они кулак. А ты большой палец в этом кулаке? Я? Указатель. Сейчас я тебе покажу, как они в эстафете бегают. Это Рита пришла. С работы. Только спокойно. Здравствуй, Ритточка. У нас тут гость Вася приехал. Здравствуй, Василий. Здрасте, здрасте. Рад вас видеть. Доброго. Здоровья. Я не вовремя, а вы заняты? Да нет, тут кино показывал Вася. Алло, алло. Да-да, выхожу. Ну, все. Ритточка, напоиного корби. Я скоро. Не-не-не, я с тобой. Что ты, у меня там ребята. До свидания. Вася, останься. Нет, нет. Вася, я скоро вернусь. Да ну, о чем ты говоришь? Мы сидим, поговорим по-человечению. Никакого человека. Ну-ну. Баранки был. Хорошие ребята. Расскажи об этом на совещании. Вася, ты своим архаровцам Москву хотел показать? Показал. Я тебе с автобусом помог? Помог. Что ты от меня еще хочешь? Через две недели отборочную на Россию. Ребятам надо попросить на отборочную. Вася, ну ты и нудный. Я же тебе по телефону сказал. Я ничего сделать не могу. Ну, какие к черту отборочные? Посмотри на Москву. Ну, и валите. Домой. Ну, да, ребятам шанс-то. От тебя многое зависит. Ты что, это разбогател? Так, этого лифта не дождешься. Пойдем к шкалу. На блюдечке с золотой каемочкой. Таких ребят получаете. Вся слава вам. Я только рядом посижу. Вася, давай договоримся. Больше никогда не возвращаться к этому разговору. Все. Закрыли тему. С Ритой толком не поздорожить. Петя, ты вообще обратил внимание, как Рита на меня смотрел? Как? Нежно. Еще пять минут потолкался бы, и сейчас ее чемодан в руках тащил бы. Ушла бы она от тебя ко мне, Петя. Дурак ты, Вася. И шутки у тебя дурацкие. Ну, ладно, не обижайся. Диск возьмешь? Ну, о чем? И хватит Маритову прикать. Я ее у тебя не уводил. Сама ушла. А я что, сказал, что? Сама полюбил, никто не велел. Все по-честному. Подвезти? Петь, ты что, мне действительно не поможешь, что ли? Вот Олимпиада пройдет, тогда поговорим. Поедешь? Вот Олимпиада пройдет, тогда и пойдем. Будь здоров. Счастливого пути, Ваше Высокоблагородие. Возвращаемся домой. А о чем мы сюда приехали? А как же встреча в министерстве? Я сказал, возвращаемся. Не-не-не-не-не. Не, так просто мы отсюда не уедем, парень. Пойдем. Да. Надо было мне пойти. Можно? Тебе чего? Поговорить. Ты кто? Крутов Павел Семенович. Говори. Я вас, конечно, уважаю. Вы там двух чемпионов мира воспитали. Вам сейчас сколько? Сороковушник, да? Вы еще своего олимпийского сделаете. Может быть. А батя, он, в смысле, Василий Иванович Фатеев, он гений. Он и пять, и десять может воспитать, а вы его в угол загоняете. А он чемпион Европы, почти олимпийский. У нас маленький город совсем. Прям совсем маленький. И все парни занимаются в его лыжной школе. Не пьют, не колятся, а занимаются лыжами. Ему простор нужен, понимаете? Ты кто? Крутов Павел Семенович. Ведь ему нужно. Посмотрите. Похвалите его, как-то поддержите. Ему сейчас поддержка нужна. Вас тоже когда-нибудь кто-нибудь, может, поддержит. Добро, оно как, оно всегда возвращается. Вы поможете? Продолжение следует... Продолжение следует... Удачи! Продолжение следует... Ну че? Да ничего. Че, мутное. Да ладно вам. Как говорит моя бабушка, и в мутной воде рыбу можно поймать. А? Да, или гуфу можно поймать. Роман Алексеевич, мне это кино уже показывал Фатеев. Еще раз. Круто. Хороший парень. У нас таких хороших знаешь сколько? Петр Сергеевич, главный тренер не только тренирует, он еще по сторонам должен смотреть. Как во времена вашей молодости, помните была передача? Алло, мы ищем таланты. А где ты видишь талант? Ну, Фатеев хороший мужик, но у него никого нет. Они никто. И из них никогда, вот поверь моему опыту, никогда ничего не выйдет. Забудь. А мне Крутов нравится. Напористый, наглый, авторитетов нет. Давай я тебе сейчас тоже нахамлю, и ты возьмешь меня в сборную, а? Петр Сергеевич, мне этот парень нужен. Петр Сергеевич, мне этот парень. Вроде как подсматриваем. Ну да, и что? Ну может сначала, Кафатееву, но хоть поздороваемся. Насколько я знаю, Василий Иванович сейчас очень замк. Прибалил немного. В общем, надо смотреть их зимой на лыжне. На роллерах тоже можно оценить спортсмена. Пригласите, пожалуйста, Ватеева. У меня к нему есть предложение. Вася, Вася, ну встал. Сиди, сиди, Вася, бережной ждет. Есть у тебя хоть чистую рубашку? Бардак у тебя, как Мамай прошел. Одевай. Ну и вонь, что ли. Бережной терпеть не может перегара. У тебя хоть парфюм-то приличный есть? Рано ты, Вася, сломался. Долбой я тебе сейчас, да бережной ждет. Одевайся. Так, сюда икру черную поставишь. Прямо перед самым приходом гостей. Побольше. И в хрустальной вазе. Этим тоже так. Насыпь немного. Пусть побалуются. Антон Данилович, а по какому поводу мы вдруг пир горой закатываем? Лёва, ты че? Ты знаешь, что сейчас Назарова? Главный тренер страны Бережной. И Петр Кривцов из Минспорта. Ну а мы тут при чем? Лёва, твою мать. Уволю. Вперед смотри. Кто сейчас Антон Бык? Провинциальный бизнесмен. Кто меня знает? Шпана из Назарова. А если я сейчас к команде прицеплюсь, бабла в них вкачаю, всплыву вместе с ними наверх. Туда, где слава и деньги. А где у нас слава и деньги, там у нас что? Вот. Власть, Лёва, власть. И будет у тебя мирового масштаба Бык. Окей? Они же ваши друзья. Вы их хотите использовать? А для чего друзья нужны? Я им, а не мне. Бартер. Слушай, давай, проследи, чтобы здесь все было обхимахт. Угу. Лёва, ты главный гадоши всяк. Не размахивай руками. Сиди и молчи. Говорить будет ум. А ты на все соглашайся. Если Бережной приехал, значит решил что-то очень серьезное. Угу. Пошли. Серега, ты че? Это ж холостая тренировка. Откуда у тебя патроны? Места знать надо. Серега, нафига ты так делаешь? Ты же знаешь, что так нельзя. Дай. Ну-ка, отними. Конфетки такие были. Ты сейчас прикалываешь, что у батя потом проблемы будут. Слушай, Паш, давай за свою винтовку и за патроны я сам буду отвечать, ладно? Не надо меня строить. Здорово, парни. Я уж у вас всех обыскался. Думал, вы все по норкам сидите. Батя ваш вон выходной взял. А вы молодцы, вон тренируетесь. Все-то он знает, везде-то он бывает. У меня тебе совет, Паш, со спонсором говори уважительно. Че, просрали мое бабло в Москве? Ну ладно, я с друзей трех шкур драть не буду, так уж и быть. Да-да-да, ты с них пять дерешь. А вы че такие невеселые? А, парни? Короче, у меня тут ресторан открывается. Я вас всех приглашаю. Посидим, обмозгуемся, поговорим. Надеюсь, кроме вас будут еще какие-то серьезные люди. Так что давайте. Адье, аревуар и до вечера. Ну что, Роман Васильевич, все спортивные проблемы мы обсудили. Обо мне хорошие слова сказали. Все заслуги перечислили, спасибо. Ну, не ради же этого вы в нашу глухомань забрались. Посмотрел я ваших ребят. Ну? Хорошая четверка. В эстафете им равных не будет. Вот поверьте мне, равных не будет. Нет. Берете нас? Беру. Ну, Роман Алексеевич. Ну, спасибо. Вот, Петя, есть все-таки в министерстве дальновидные люди. Вот за это давайте. Я только крутого беру. Что скажете? А ты ему решать. Был бы и помягче сказать. Ничего, не красная девица. А крутого я у него отберу. Любой ценой. Пусть свыкнется с этой мыслью. Паш. Паш. Пашка. Она приехала, Паш. На, копай. Я не хочу. Копай. Необъемая моя. Вися, могу рассказать? Точно? Ну, слушай. В общем, когда позвонил Бережной? Твою маму знает Бережной? Да, они на институте родных знают. В общем, не могу. Подожди, я ничего не понял. Еще раз, с самого начала. Ты что, ничего не знаешь? Нет. Тогда танцуй. Ну, давай танцуй, ну! Судик, пошиви, давай танцуй, сказала тебе. Все, 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 танцуй. Ну, в общем, в общем, ты понравился Бережному. Он берет, а я команду. Да ладно! Пойдем, парням расскажешь. Парням. Слушай, парни тоже очень понравились. Ну, просто он берет пока только тебя. Ну, он их тоже возьмет. зато мы теперь вместе с тобой будем тренироваться. это же хорошо. Ну, чё ты молчишь? Маш. Так. Слушай, я что, просто так, что ли, сюда сто километров ехала? Я думала, ты до неба будешь прыгать, а ты... Машенька. Ну, ты что, дурак? Ну, ты же Бережной. К нему попасть, это фантастика. Он бог. Ладно. Проехали. Давай, подожди. Вообще, я думала, что мы с тобой это как-то отпразднуем. Давай, давай сейчас картошку докопаю, слушай. Картошку? Слушай, мы, может, с тобой расстаемся навсегда, а ты картошку. Да ты всю жизнь будешь свою картошку копать. Маш, дайте, я отвезу. Значит так. Или ты принимаешь его предложение, или мы с тобой расстаемся. Навсегда. Ну ты, блин, дурак, Пашка! Ты мог бы настоящим спортсменом стать, вытащить бы нас, блин, из этой дыры! Ты обо мне не думаешь, а матери бы подумал хоть раз! Иди-ка, па, Нин! Антон Данилович, Бережной и Кривцов уехали. Новую трассу в Академии биатлона смотрят. Я позвонил Фатееву, вашим друзьям. Они отказались приехать. Но их можно понять. Повода для застолья нет. Бережной выбрал только крутого. Пьюничок, Эльз. Пьюничок. Пьюничков. П π Jamie. Пив Приём mitä п tout. Да. Криво мульерный. anаю. Доминька, давай ей зарабатывай деньги, вытаскивай нас из этой дыры. Ну и? Что и? Парни знают? Я им сказал. Что говорят? Это ты у меня спросил. А тебя типа по боку, да? Так, ты картошку будешь? Какая картошка, бать? Хватит уже! Ты что, батя подскажи, батя посоветуй! А ты что там, дурак что ли? Не понимаешь, что происходит? Это твой шанс величайший! Так цепи с него зубами! И не разжевай челюсти до самого конца! Вот это был мой последний шанс. Этот патрон заклинуло в винтовке, и я не стал олимпийским чемпионом. Сделай за меня этот выстрел, Паша. И положи на этот стол золотую олимпийскую медаль! Паш, ты что, в Москву собираешься? Может, я не поеду? Да что ты, сыночек! Нет, ты просто скажи, и как бы, если надо... Да нет, ну что ты! Тебе надо свою жизнь устраивать! Тебе надо о себе сейчас позаботиться! Ты не волнуйся! Мы справимся! Если что, Анатолий поможет! Да что он поможет? Ну что он, воду будет носить, что ли, мам? И воду будет тоже носить! Да и я потом! Смотри, в силах еще! Ну да! Ну правда-правда! Ну что ты? Что ты расстраиваешься-то? Ой, что это? Подожди! Пасту надо купить! Шампунь, я же... Чего ты жакет мой не носишь? Я вот тебе привез, что ты его не носишь? Ну что ты? Что ты, Пашенька, вещь такая дорогая, пускай пока в шкафу повисит! И платье шелковое тоже, да? Платье шелковое! Нинка на выпускной наденет! Что ты к вещам-то прицепился? Сдались они тебе! Ты знаешь что? Собери, пожалуйста, свои свитера там с верхней полки! Я все заштопала ни одной дырочке! Засекай! Раз, два, три, три! Ну? Ну! А теперь засекай! Раз! Раз! Ну, а ты копаешься, теряешь секунду-две, это ж просто! Ну, да! Ты просто очень выкладываешься на лыжне, Паша! Особенно, когда в горку идешь! А вот ты приезжаешь на стрельбище, у тебя пульс за 200! Поэтому первый выстрел у тебя никогда не получится! Да главное, со смазчиком выпей! Не, вообще, я хороший помощник, твоя вторая половина! Парни, вы че? А че? Ничего, я че-то не понял! Вы че меня проводили-то уже? Я вот он здесь стою! Нас четверо вообще-то! Че там твоя бабка говорит на эту тему, а? Да молчит бабка, молчит! Паша! Бережной тебя вызывает! Через неделю сбора, а завтра уже в Москву едешь! Почему так быстро? Ну, а как ты думал? Формальницы надо уладить, там документы, анкеты! А на характеристику я тебе напишу! Давай, собирайся! Жизнь! Паша! Собирайся, Паша! Собирайся! Чтоб я эти кислые морды больше не видел! Продолжаем тренировку! Ну да! Его же одного в министерство вызвали! И что? Как-то что? Что он с Бережным говорил, нам неизвестно! Может быть, он себе местечко забил? Отстаньте! Поштот, живоихожи! Он вообще кто? Он кого из себя возомнил? Да ко мне попасть, счастье! Он на меня молиться должен! Дурак! Я таких идиотов давно не видел! Думал, они исчезли! Нет! Живут и здравствуют! Круто в что, с дуба рухнул? Кедр! У них там кедры! Нет, ты мне скажи, как человек может отказаться от места в сборной страны! Телеграмму прислал, засранец! Ханскую! Без каких-либо извинений! Просто я не приеду! Точка! Даже точки нет! Видимо, на точку денег не хватило! Что ты молчишь? Ну, не будет крутого в сборной! Чего орать-то? Ты что, все? Талантливый, бесспорно! Но у нас таких, знаешь, сколько? Таких вокруг я не вижу! Интуиция! А она у меня, знаешь, звериная! Иначе я не был бы главным тренером сборной страны! Крутого я получу! Мне так надо! Стране так надо! И так будет! Прикажете связать? И в Москву доставить? Сам прибежит! Еще руки будет целовать! Мартина Сергеевна! Вы что-нибудь о команде Фатеева из Назарова знаете? Ну, да, конечно! У меня же Машка крутит роман с этим, с Пашкой Крутовым! Да! Ну, она, правда, меня с ним еще не знакомила! А почему вы спрашиваете? Ну, и как он этот Крутов? О, бедно-то! Мать на хладкомбинате работает, отца нет! Сестра там младшая учится! Ну, Машка от него в восторге! Да! Ну, а как биатлонист он? Ну, а почему я знаю-то? Ну, а зачем вам? Ну, слышали, что Киренка сказал? Нужны новые имена! Так! Точно! Ну, ладно! Ну, что вы все, как вареные-то! Боря, выталкивай себя палками! Выталкивай! Уже надоело говорить! Подтягивай ногу-то после этого! Пашка! Вот так, да! Набирай скорость на повороте! Правильно! Молодец! Сантробежная сила! Пашка! Ребят, Пашка едет! А я смотрю в небо и думаю! Качнет ли нам круто в крыло с высоты небес? Да я ж дикий, я подул! Че я там в Москве-то заблужусь еще? Я ж сказал, нас четверо! На, читай! Ты че? Че? Едем на отборочную саланку! Да ладно! Кто разрешил прекратить тренировку? Все, поехали! Работаем, работаем, работаем! Поехали! Поехали! Что случилось, что нас взяли? Да как? Мне Переждон позвонил, говорит, не могу без твоих ребят! В твоих мятных глазах приливы и штормы В твоих мятых мыслях капризы погоды Я годами сносил, терпел покорно Только это терпение вышло из моды Опять разбиваю себя на фокции Опять тишину разбавляю жалостью Дверь открыта, к чертям эмоции Хочешь бежать? Да пожалуйста! Разграничение и полномочий Я тренирую своих ребят в составе сборной России И никакой Бережной мне никаких указаний не дает Вася, ты сберегил? Ты сейчас с кем бодаешься? С Бережным? А он кто? Он главный тренер сборной Это мое условие А с чего ты вообще решил, что твоя команда попадет в сборную? Они пока никто Звать их никак Так, самозванцы Аккуратнее в выражениях Ну ты-то представляешь, с чего мне стоило, чтобы впихнуть их в сборную? Ну давай так, положи руку на сердце Дай бог Чтобы они к финишу живыми пришли Они уже есть И от этого факта не отмахнуться А если мы В списке Случайно не попадем Ты знаешь Я скандалить умею? Да помню, помню А твой Фатеев наглец Кто говорил, что он Романтик Бессеребренник Альтруист Думает только о ребятах Может мне купить у него крутого? Слушай, хватит рассуждать Что делать? Подписывай Уверен Красота-то какая Ну чем не красная поляна? Да Не красная поляна Да и у нас не Олимпиада А только контрольный сбор Роман Алексеевич Ты мне вот что скажи Ну, крутого ты оставишь Это ясно А вот что с остальными? Ничего, пусть С мастерами побегают Подышат одним воздухом На моего Кульчицкого посмотрят Ну хорошо Ну посмотрели на твоего Кульчицкого А что потом-то? Вот делать мне больше нечего Как о них о всех думать Я получил крутого Все Будут проблемы Будем решать Понятно Фатейский когда приезжает? Прям к старту Без подготовки Суров ты, Петр Сергеевич Вот только давай Не валить с больной головы На здоровую Это ты предложил Слушай, Петр Сергеевич У вас денег Куры не клюют Ну хоть мебель что ли поменяли бы Смотреть страшно Не наш бюджет Вот пусть местные И заботятся Хорош, бать Четыре часа тренируемся Хорошо растянемся Хорошо восстановимся Работа кони дохнут Закончим Завтра в шесть выезжаем Легкий ужин Хороший сон Ровный пульс Светлые мысли Радость во взгляде Теплое молоко на ночь Молодец Манная каша на завтрак Правильно запомнили И мы всех порвем Верный настрой Встречаемся на остановке Паша, Паша, Паша Паша, дядя пропал С утра пошел в лес кедровые орешки собирать Сказал часа на три И все с концами И телефон не отвечает Идем А он один ушел? Да, один Мама с ума сходит в милицию Даже бегала Ах ты Ну что, давай рассказывай Где это твое место с орешками-то? А? Вожатый! Тихо Я слышал, ребята Что здесь водятся медведи, кабаны И всякая зубастая нечисть Попали мы с вами А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Тихо Дядя Той! Бежим! Пашка, ты есть Бог на свете. Услышал мои молитвы. Пружину, Расхай! Пружину! Так что? Все. Это больно! Капкан подержи. Сейчас. Давай, давай, давай. Сейчас. Так больно? Что это, Серега? Пчелы? Пчелы? Мужики! Что это, Ост и Серега? А ну, блин! Серега! Бежим! Бежим, ребята! Быстрее! Быстрее, ребят! Давайте до утра подождем. Кто на ночь глядя, в лес суется. Да до какого утра? Не помрут там все до утра. Ладно. Мужиков собирайте. Сюда! Сюда! Эй! Идите сюда! 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 Сидь сюда! Пусти! Тактика прежняя. Стартует шанс. За ним Михеев. До стрельбища он доползет. А стреляет хорошо. Впрочем, теперь я в этом не уверен. Третий этап Белоусов. Ну, этот проиграет. К бабке не ходи проиграет. Финиширует Крутов. Приходит последним. Вот такой у меня для вас разглад. Убить вас мало! Просрели отборочные! Десять лет жизни коту под хвост! Ни хрена никогда из вас не выйдет! Так и сдохните в этом городишке! Бать, да нормально все. Че ты... По-хорошему, снять вас надо соревнований, но не в моих привычках бежать, как крыса с тонущего корабля. Так что поедем позориться! Только рожи свои прикройте, а на ваши без слез смотреть невозможно. Проиграем. Как пить дать, проиграем. Там, нас не удержат бетонные блоки. Нам, нам не нужны будут полунамеки. И, пускай я даже не прав был в итоге, но она забудет про эти заскоки. Я, я как обычно могу разозлиться, но быть без нее это самоубийство. И, скорят недели, как желтые листья. Но, мы будем вместе. Мы с ней. С ней. Мы с ней. Можно только расслабиться. Мы с ней. Мы с ней. Мы с ней. Мы с ней. Продолжение следует... Дал интервью с олимпийцами, а тут один отстой. Ну, значит, будем болеть за наших сибиряков. Значит, будем болеть за наших сибиряков. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами сибирская телекомпания «Ритм» и я, Кирилл Любимов. А помогать вести сегодняшний репортаж мне будет очаровательная молодая журналистка Юлия Лозинская. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Юлечка. Я напомню вам правила биатлонной эстафеты. В каждой команде 4 участника, 4 этапа эстафеты, каждый по 7,5 километров. На каждом этапе 2 огневых рубежа. Один из положения стоя и другой стрельба из положения лёжа. На всё про всё 8 патронов. Это на каждом рубеже 5 основных, они в магазине. И 3 дополнительных, которые заряжаются вручную. Конечно, сегодня здесь собрались не самые звёздные наши биатлонисты, а, так сказать, резерв, можно даже сказать, дальний резерв. Да, но это резерв сборной. Да, 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 это резерв сборной. Но при этом на слуху, пожалуй, всего лишь одно имя. Это Николай Кульчицкий. Прошлой зимой, как вы знаете, у него был такой заметный и резкий достаточный спад. И поэтому сейчас, тем более, он хочет реабилитировать себя и наверстать упущенное. А остальные, как говорится, из расширенного списка. Я, честно говоря, не понимаю нашего главного тренера. До Олимпийских игр в Сочи осталось 2 года, а он экспериментирует. Ну, надо же обкатать ребят. Конечно надо, Юля, конечно. Но сейчас определяется состав нашей Олимпийской сборной. Это последний пресезонный проверочный старт. Ууу! Ну, итак, гонка началась. Чудит наш главный тренер. Выставил одних только новичков. Команда под номером 6. Их между собой здесь уже прозвали... Лесными братьями. Лесные братья, да. Наставник этой команды, легендарный биатлонист и тренер Василий Фатеев. Это сейчас бежит... Борис Шац. Его имя вам, друзья мои, ничего не говорит. Впрочем, мне тоже. Ну, Шац, в общем-то, на своем этапе не затерялся. А после двух рубежей все весьма прогнозируемо. Лидирует команда из Тюмени. Но, тем не менее, нам будет очень интересно последить. И, конечно же, за новичками. Шац и сменяет Сергей Михеев. О нем, кстати, поговоривают как об отличной снайпере. Ну, вот незадача на дистанции, да. Падать на асфальт, конечно, не так мягко, как на снег. Благо, для спортсменов все обошлось без серьезных травм. Михеев подтверждает свои снайперские качества. Как неожиданность у него вытягивается лицо. Поскольку он уходит со своего этапа первым. И передает эстафету Максиму Белоусову. Назревает сенсация. Новички-то уже в лидерах. А вот эта суета на огневом рубеже никогда до хорошего не доводила. Но Белоусов пытается собрать нервы в кулак. Есть! Есть! Третий закрывает. Мажет четвертым и оглядывается на соперников. Вот этого делать никогда нельзя. Еще один промок. Конкурентов уже не видно на горизонте. Похоже, что все становится на свои места, друзья мои. Аутсайдеры там, где им и положено быть. Ну а это Николай Кульчицкий. У него отличное настроение. Соперников не видно даже близко. После этого сенсационная задача этого спортсмена вернуться на прежние позиции в сборной. Максим Белоусов только-только передает эстафету Павлу Крутову. Ходят, кстати, слухи, что Бережному приглянулся Крутов. Что ж, хорошая возможность для тренера сравнить его способности со способностями Кульчицкого. Последний огневой рубеж. У лидера явных проблем нет. Последний мишень остается у Кульчицкого. А Крутов только-только начинает стрелять. Так. Опа. Возгласы, разочарования проходят по трибуну. Смотрите, что творится. Что происходит? Последний выстрел у лидера и у догоняющего его Крутова. Вместе. Вместе закрываем последний мишень. Назревает, я бы сказал, мега-сенсация. Крутов уходит на последний круг вместе с Кульчицким. Здесь-то все и решится. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот спортсмены уже подходят к стадиону. Мы видим, что Крутов не отпустил своего более именитого соперника. Финишная прямая. Кульчицкий пытается обойти своего соперника по внутреннему радиусу. Но Крутов не отдаёт, не поддаёт позицию и предупреждает победу. Вот он, друзья мои, пиатлон на всей его классе. О-о-о! 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 Красавчик! Да, опять! Молодец! М-о-о-о-о! Ну! Ну! Да! Ну что, они всех порвали! Ну что? Чёрт! А-а-а-а! А-а-а-а! Нравится? Гори, вы лучшие! О-о-о! В смысле, э-э-э, молодцы! Поздравляю! Вы молодцы! Ребят, молодцы! Вы лучшие! Ой, ну ты... Эй, Кутузов! А на финише не обязательно было подрезать! Слышь ты, это некрасиво! А то, что ты исполнял, это красиво, да? Да! Ты так считаешь? Ага! Пойдём, пойдём! Э-э-э! Э-э-э! Меня должны млекачать вообще ради тебя! Роман Алексеевич! Это кто вообще такой, а? Откуда он взялся? Кто? Крутов? Радость, Коля! У тебя появился достойный соперник! Не понял! Он в сборной? Не только он! Вся команда Фатеева! Как? Вот так! Концепция меняется! Давай-давай-давай, работай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё-то, кажись, великовато! И это чё, теперь всё наше? Мы можем в этом даже ходить? Ты в этом даже можешь спать! Ха-ха-ха-ха-ха! Чё? И... опа! Ха-ха-ха! Ой, хорошо! Ну давай, Бойн, сфоткай нас! Паш, ну что он делает, да? Паш! Ну ёшкин кот! Паша! Так-так-так! У-ху! Ну быстрей, Вань! Давай, давай! Тебе пошли! Пошли, ребят! Иди-иди! Идём в дом! Ребят, пару вопросов задам вам, хорошо? Давайте только поплотнее, поплотнее. Здравствуйте, я Юлия Лозинская, телекомпания «Ритм». Я вижу, вы в новой форме, вы в сборной России. Мои поздравления! Вы знаете, ну мы там, в сборной, но мы пока ещё в самом последнем эшелоне, но вот когда мы попадём в основной состав... И что тогда? Ну как что? Ну мы будем уже в олимпийскую сборную иметь. Что насчёт планов можете спросить у меня, мать Белоусов? Ну на самом деле денег мы пока не зарабатываем, да? Ну... Но есть план купить такой маленький остров где-нибудь так, в Карибском море. И жить там. Солнце. И жён найти. Хорош. Как вы, например. Большое спасибо. Жён. Хороший. Ну... Так, понятно. В общем, если серьёзно, то на самом деле мы будем просто вкалывать, и нашим землякам с нас красить не придётся. Да, пацаны? Да. А ну... Мам, привет. Круто в Белоусов! Белоусов плохо входишь в поворот. Мультистский бегать разучился? Освободил её? Михеев, Кренер, Сенина! Понимаюсь. Погоди. Это нормально даже сейчас. Тоже мне маска Реза. Нормально. Посмотри на маску. Ей наплевать, что упал. Для неё главная победа. А ты, Михеев, не бегай, как бык по полю. Не будешь падать. Шанс, Белоусов! Да, с ногами надо работать. Смещает центр тяжести. Кто так бегает? Так даже школьники не бегают. Не позорься, вы не слышите. Внимание, две секунды. Ускорение. Ускоряемся, 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 ускоряемся. Стоп! Тренировка окончена. Так, говорит моя бабушка. Укатали сивку под крутые горки. Три часа гонял. Без передыху, сволочь. Блин, у меня страшно не погнался. Смотри. Солнце светит. Значит, все нормально. Да все нормально. Все нормально, говорю. Худешь малого наружу. Мокрое! 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 А ну-ка. Бег, белоусова. Поставь еще раз. Кошаться? Пульс какой? У Белоусова 160. У Шаца 200. Мужики, смотрите, это же Устьянцев, Широков. Опарин, живой! Че там? Ударите меня. Спасибо, друг. Пожалуйста. Быстрее, быстрее. Вставай ты. Тормойте, тормойте, тормойте. Чемпион. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Будущий олимпийский чемпион Павел Крутов. Ну, автограф, типа. Давайте. Ну, давай на куртке тогда распишитесь. А че? А че? Ты же олимпийский чемпион. Давай, давай. Оп, че? Тихо. Ай, хорош, 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 хорош. Тихо, тихо. Хорош, новая куртка. Ну, нормально. О, на руке, на руке. Довольные, довольные стоят, смотри-ка. Давай свою. Мою, давай твою, давай. А че мою сразу? Спасибо. Не за что, парни. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Ага. Счастливого. Давайте. Удачи. Чемпионы. Ну, в смысле. Слушайте, они же ненамного старше нас. Да ладно, мы только когда-нибудь автографы дадим. Надо вкалывать, и все у нас получится. Идем. Чемпион, чемпион. Борь, больно удалить. Давай вези своего чемпиона. Вези чемпиона. А че только нас проверяют? А? Это плановая проверка. Ниго не волну. Все нормально. Старичок. Ты чай-то пей. Зеленый. Угу. Спасибо. Родители, говоришь, у тебя художники? Да. А сам ты фотографируешь? Фотографирую. На гитаре играешь? Увлекаюсь. Роман Алексеевич, чего вы хуете вокруг да около? Я себя на тренировке плохо показал. Да бежишь ты не хуже других. Но и не лучше. Дело не в этом. Нагрузки плохо переносишь. Частота дыхания у тебя больше 45 в минуту. Пульс 200. Роман Алексеевич, три часа тренировки без перерыва. Вот и подскочил пульс. Чай еще будешь? Нет, спасибо. Ну иди тогда. До свидания. Прошу прощения. Василий. А я сегодня утром издалека увидел. Вот думаю, женщина на Риту похожа. Это как-то с ней давно приехала. Вчера образовался маленький отпуск. Петр заныл. Скучаю, пропадаю. Вот мы со Светланой взяли и рванули ваши экологически чистые края. А и Светлана за дядя? Это новость. Бывшая жена наконец-то сменила гнев на милость. А что ты? Стала мне доверять своих дочек. Поздравляю. Ну, может быть, зайдешь вечерком. Что-нибудь приготовили вкусное. Придешь? И ты мне поверженную глаза подайся, а то я тебя уведу, не заметишь. Ох, Василий. Почему не женишься? Не дождешься. Петр бросит. Куда придешь? Да нет. Не бросит. А ты все-таки найди время. Зайди. Пожалуйста. Сидеть, сидеть, сидеть. Ногу тянем. Все ногу тянем. Сидим, сидим, сидим. Нога прямая. Так, баланс держать. Еще немножко. Молодцы. Встали резко. Резко встали. Нога прямая. Пятку от пола не отрывать. Сели. В темпе встали. Молодцы. Боя. Сели. Пятку нельзя отрывать. Сели, сели. Встали опять. Стопа. Вниз. Темп, темп. Боря, что с тобой? Попробуем еще раз. Ну-ка. Стоп, перерыв. Для биатлониста главное выносливость и координация. А вы слишком большое внимание уделяете растяжке. Что-то вы зачастили на твоей тренировке, Роман Алексеевич. Опыта набираетесь. Да. Отрицательного. У Крутова пульс 170. У Михеева и Белоусова 180. А у Шаца 200. Загоняли вы ребят, Василий Иванович. Я так не думаю. Достаточно того, что я так думаю. Прошу любить и жаловать. Николай Кульчицкий. Всем привет. Я хочу, чтобы он тренировался с вашими ребятами. Подпей. Не знаю, парни, нравится вам это или нет. Но нам придется подружиться. Борь. Да. Нет, я сегодня улетаю в Тюмень. Буду здесь через пару дней, а потом уже в Москву. Что? Парад? Роман Алексеевич. Секунду. У меня что, новый воспитанник? Я на этой базе бываю наездами. А Кульчицкий парень с ленцой. Я хочу, чтобы вы за ним присмотрели. Я доверяю вам Кульчицкого. Только я прошу, не изнуряйте его вот этими вашими растяжками. Лучше погоняйте по лыжне. Да, да, да. Да, да, да. Я здесь. Хорошо, я тебе говорю. Я вернусь, и мы все решим. И что происходит? Одеваюсь. Не видишь, что ли? Помочь? Ты цепитесь от меня. Борь. Ты бы на свое лицо посмотрел, когда Кульчицкий вошел. Мы с ребятами, конечно, тоже не в восторге, но истерить по этому поводу... Блин, чего вы придуриваетесь, а? Ничего не понимаете, что ли? Кульчицкий просто так зашел, бицепсами поиграть. Макс, зачем нас усадили на тренажеры, а? Проверяли дыхание и пульс. Не нервничай. Вроде бы умный, дурак. Да бережной думает, кого из команды выгнать, тебя или меня. Не гони. А он тебя не приглашал чай попить? Не понял. Ну, тогда жди приглашения. Только жмотом сахар в чай не кладет. Нормальный у вас показатель. Или я, или он. Нормально. Что ж такое-то, Господи? Вы же никто. Поэтому пальцы гнете. Все вы мушкетеров играете. Один за всех и все за одного. Что, отборочные прошли все? Королями себя почувствовали? А ты знаешь, что в первые две минуты можно вылететь? Лови. А вот в основной состав попасть, это как сопли до луны. Ну, страшно, напугал. А что напугал-то? Я те реальные картины рисую. Я вообще-то был там. А теперь я здесь. Я должен снова попасть туда. Если бережной мне скажет сядь голым задом на ежа, я сяду. Голым задом ты уже сел на нашего ежа. За сто лет бы я вас не видел. Забережной сказал мне, и я пришел к Фатееву. Ага. На чье место ты претендуешь в нашей команде? Я не понимаю, ты дурак или ты прикалываешься? Он что, со мной будет об этом говорить? Понимаешь, мы в его руках, это глина, из которой он лепит, что захочет, а когда захочет. Но если я был бы на его месте, я бы сначала турнул бы шатца. Перспективы нет. А в резерве бы оставил Белоусова. Или наоборот, разницы нет никакой, понимаешь? Да, понимаю, только мне тебя решать. А ты не хами. Ты все-таки на моей территории находишься. На чье место ты претендуешь в нашей команде? Че ты заладил команда-команда? Какая нахрен команда? Вот если в основной состав возьмут тебя или Михеева, кому от этого будет лучше, а? Фатееву? Может, я как-то не так выражаюсь, но ваше место упорашек. Дорвайся. Мне очень больно. Не зли больше. Сволочь! Я тебя сейчас в снег закопаю! Простите, пожалуйста. У меня шнурки развязались. Тебя каким ветром-то сюда надуло? Я... Я поехала на лыжах покататься в лес и... И... Понятно. Давай, вставай. Че на лыжне расселась? Но ведь я ж не нарочно. Не нарочно. Я чуши и си не сломал. Что, дрова несешь? На санке теперь пересаживайся. Да на сучок наехал. Пытался вираж сделать. Не получилось. А. Ладно, ничего. Новый дадут. Правда, ругаться будут. Подождите! Подождите! Ну, чего тебе еще, красавица? Ну, ведь я ж прощения попросила. Ну да, ну да. Поздравляю. Белоусов обидеть трудно. А у тебя получилось. Роман Алексеевич, ты уж как-нибудь поконкретнее. Я ведь твоих аллегорий не понимаю. Туповат, прости господи. А что тут непонятного? Я перевожу в основной состав Крутого, Михеева, Белоусова и Кульчицкого. То есть Кульчицкий вместо Шацца. Ладно, Шацца, тебе жить, тебе решать. А с Фатеевым что? Обратно отправить? Спасибо этому дому, вступай к другому. У меня не благотворительный фонд. И не бюро по трудоустройству. Ну, поймите, он же умрет без ребят. Сопьется, хотите сказать? По этому вопросу решение принимаю я. И только я. И никто, даже вы, Петр Сергеевич, не можете давать мне указания. Или я уже не главный. И что ты, главное, главное, такое главное, что даже вот присесть хочется. Сами скажете Фатееву или мне это сделать? Вы с ним друзья, мне очень жаль. Но мне кажется, что он поймет. Спасибо. Утешил. Ну, что ты мнешься-то, иди, иди. Создал настроение, все рады, все смеются. Кстати, по Белоусову тоже есть вопросы. Да, черт возьми, да нет у тебя вопросов. У тебя одни ответы. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте. Когда вернетесь в большой спорт? У вас и без меня врачей хватает. Но вы были отличным специалистом. Я ему осталась. Рита, а почему вы ушли от Фатеева? Вы по каким дням исповедуете, Роман Алексеевич? Рит, ну где ты носишь-то? Ну, нельзя же так, а? Ну, что же вы с тобой делаете? Мне душевная раноисия нужна для работы, а вы, Светка, поночевать приходит. Тебя вообще днем с огнем. Что тебе Бережной наговорил? Рит, давай пригласим Фатеева в гости. Ну, посидим, поговорим. Ты рядом будешь. Ну, не все же нам по жизни друг от друга бегать, а? А он не придет. Значит, все-таки о Василии речь шла. Я должен брать ему могилу. А Бережной дал мне лопату в руки. А ты? Я, ну что я, 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 я. Я чиновник. Я могу только советовать. А решение, решение принимает он. И никаких конфликтов. А то я тоже полечу вверх к Ромашкину. Я и вообще говорю, ну, конечно, я говорю, ну, а кто же еще? Подождите, просто. Простите, пожалуйста. Престань. Ой, ой, да это царский подарок. А что, классные лыжи? Тысяча баксов, не меньше. А, смежапно. Так, так, так. Что-то я не понял, а где следы губной помады? Где губы бантиком, а? Тихо, 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 тихо. Дай сюда, хуря. Вот, обиделся, пожалуйста. Сейчас, внимание. Сейчас, он не знает, кто это. Кто же это может быть? Вот дурочка-то, а. Дурочка. Чувствую запах салфа оливье. Шампанское. Да что ты несешь-то, хуря? А это росенок. Подожди, у меня как раз провозволялось двое калечек. Как там это? Пром. Пап. Вот, встаньте, ребята. Дорогой Максим Викторович, согласны ли вы? Да, да, очень смешно, очень смешно. Вот, да идите вы. Кажется, ты переборщил. Нинка, ты? Да, я. Привет. Привет. А, Пашка, тебя видел? А зачем нам Пашка? Ты тут интервью недавно давал, помнишь? Мол, на остров уедем, детей нарожаем. Я что подумала? Может, сейчас начнем? Я что-то должен говорить, да? Я, пожалуй, вам помогу. А как вы относитесь к моей дочери? Мам. Нормально? Короче, если про свадьбу, я, да, я готов. Торт. Ну, и к чему надо было устраивать весь этот спектакль? Ты что, не могла с ним просто познакомиться? Да уж, милая моя, проще некуда. Не, ну, если, конечно, за него замуж собралась, я тут костюме-то не лягу. Мама, он меня замуж не звал. Ты его сама вынудила. А теперь вот позвал. Ой, слушай, ну я вообще, я вот тысячу раз бы подумала бы. Детский сад. Молчи, молчи, я тебе сказал. Тихо, 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 ты что делаешь? Иди сюда. И что вы тут делаете? Так, блин, я к родному брату в гости приехала. Что за намеки вообще грязные? Поздравляю, вся семейка в сборе. Я пошел. Пош. Пош. А меня можно полюбить? Какой-нибудь дурак найдется. А Максим меня сможет полюбить? Ну, он не дурак. Давай, мойся. Поспишь. Ну, завтра в 7.30 на автобусе домой, поняла? В 8.30 на автобусе домой. Да. Все, давай, иди. Ну, теперь смотри, батя Ну ладно, ладно, Иваныч Не позволяешь ты мне себя батей называть А что? Аншуц Комплект четыре штуки Да, все по чесноку Квитанции, накладные, таможни Чистые винтовочки Как слезомладенцы Да иди, твою ж налево Не, я как знал Не, хорошо, из чего твоей стреляют? Из Ижевской? Не, не, хорошая винтовка, я не спорю Но это мечта любого стрелка Ты сам это прекрасно знаешь Хоть раз пацанам приятное сделай Ну, не будет у них никогда таких винтовок Ладно, допустим, хорошо Борька, может быть, когда-нибудь наскребет Максу отец подгонит А Серега? Ну, блин, трусов лишних нет Про Пашку вообще молчу Ну, ты, небось, запросил за них? Иванович, ты че Думаешь, я своих друзей обдирать буду? Мы ж Вот с коляски вместе стояли Мы сиську, считай, одну сосали Пять пальцев, кулак Бесплатно От чистого сердца Вот тут про сердце не надо Чего хочешь взамен? Уважение Да, Сережа Красиво тут Да Да О, понравилось? Это Ула Кремер Эстонка, но уступает за Россию Двойное гражданство у нее Ты знаешь, на лыжне прет, как танк Хочешь совет? Вот если ты ей не понравишься То она из тебя сделает отбивную Да Ееееееее Че так сильно понравилось? Так, ты стой здесь А я все сделаю Понял? Макс, ты куда? Макс, ты куда? Макс, стой! Девушка Макс! Простите меня, пожалуйста Я извиняюсь, но мне очень нужны ваши палки Я сейчас их верну, ладно? Подожди! Сейчас, одну секунду Сережа, держись! Сережа! Слушай, я сейчас бегу Отдай чемпионки палки и успокойся Притворись больным Я не буду Я не буду Да ты че больными подмышками? Тихо Тихо Девушка, я вас умоляю Видите, как человеку плохо Помогите, а? Что ты сказал? Ай! До скамейки донесем и все Давайте вместе Тихо, 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 тихо Аккуратнее, аккуратнее Радикулит Сейчас, 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 родной Сейчас, Сереженька, сейчас Здравствуйте Вот здесь аккуратней А Вот так вот Вот так вот Тихо, 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 тихо Сейчас, сейчас, сейчас Спасибо Макс Макс Здоровья вам И вашему мужу А я не замужем Да вы что? Это же прекрасно. Позвольте пожать вашу руку. А вы знаете, я вас узнал. Вы же чемпионка Европы. Улла Кремер. Ну да, и что? Ну а я Макс Белоусов. А это вот Сережка Михеев. Привет. И что, часто с ним такое? Макс, тихо. Вы знаете, не часто, но бывает. Вот и нянчусь с ним, как с маленьким ребенком. Ну как ты, дружок? Да нормально. Да ты что? Уже встать могу и в морду тебе дать, дружок. Не надо в морду давать ему. Но он же твой друг все-таки. Так, куда мы его несем? Да не надо меня никуда нести, все нормально со мной. Ну ладно, до свидания тогда. Пока. Пока. Пока, Улла. Помоги, ты что говоришь, да? Скала, утес. И... Да чё такое, а? Чё? Да с винтовкой чё-то не могу попасть. Ты её проверял? Да. Да вчера вечером всё нормально было. Значит прицел. Паш, ты чё делаешь, а? Дело видишь, что целишься. Всё. Такая разница всё равно всё в общую копилочку. Опа! Доброе утро! Ха! Молодец, Ула. Ну, мастер, вот его бы на лыжне подтянуть, он и Крутого и Кульчицкого бы обошёл. А вон ещё один мастер, бежит аж спотыкается. Максим! Седьмой рубеж! Угу. Угу. Вы опоздали на тренировку. Покиньте, пожалуйста, стрельбище. Разбираться в причинах опоздания будем, когда стреляешься. Иди. Угу. Максим, вы меня услышали? Со стрельбищу нужно уходить вправо, вас этому не учили. Хотя у вас тренер большой оригинал, с нестандартными методами работы. Это правда. И не надо завидовать, Роман Алексеевич. Учитесь переживать чужие успехи, сцепив зубы и с улыбкой на лице. Активней, активней ногами работаем. Я что-то из бутылка, можешь в какой-то раз промолчать? Роман Алексеевич! Роман Алексеевич! Давай, давай. Работаем, работаем. Роман Алексеевич! Что еще? Роман Алексеевич! Самый плохой результат – ушаться. Ты говорил с Фатеевым о нашем с тобой разговоре? Ну, когда? Я успел. Ну, поговорю, поговорю. Только не дергай меня по этому поводу больше. Петр Алексеевич, друзья в жизни нужны, а в работе они мешают. О, спасибо, просветил. Вот сколько лет живу на этом свете, а я не знал, что друзья, оказывается, это как веревка на шее. Теперь я уезжаю в Москву. Надеюсь, к моему возвращению Фатеева здесь не будет. Тихо, лыжи не едут. Ага. Ты хорошо стреляешь. Правда. Стараюсь. Я хочу школу в Стоянии открыть, представляешь? Классно. Поздравляю. И я вот тут подумала, мне нужен партнер. Как ты смотришь, нет? Высню! Что, серьезно? Здравствуйте, друзья! Итак, в этот прекрасный вечер мы поздравляем нашего общего друга Сергея Михеева. Ему сегодня исполняется 22 года! Аплодисменты! О, ты же новый, кого я вижу! Это самая прекрасная девушка в мире! Мир вселенная! Художник! Который рисует небо без солнца! Итак, для вас в этот вечер выступает... Красивая! Это его девушка, да? Нет, да, да, одноклассница наша. Давай, Боря, жди! Красивая! А ты что так напрягся-то? Ты что? Сейчас пойду поздороваешь. Ну, почему так невесело, друзья? Как живешь? Нормально. Аплодисменты! Пятый курс художественной академии. Замуж не вышла. А девушка твоя замуж не вышла? Девушка моя замуж не вышла. Вонка, может выйдем? Да. Вообще-то девушка в твоем возрасте. А вообще-то мне уже 18 лет. Понятно? Еще раз тебе повторяю. Девушка в твоем возрасте не должна дарить такие подарки мужчине. Пожалуйста, не обижай меня, ладно? Хорошо. Куда мне нужно вернуть лыжи, скажи, я привезу. Если ты вернешь лыжи, я выброшусь из окна. Клуб. 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 видела, безумная? Я же просил тебя. Ну, сходи с ней в клуб. Присмотри. А ты? Ну, сейчас что с ней? Она влюбилась. В кого? Не знаю. Влюбилась? Слушай, а может, это хорошо, а? Может, это, слава богу, но жизнь возвращается. Может, эти психотерапевты больше ей не нужны? Ну, что, чувства вернулись? Света, слышишь меня? Ну, тут ведь, как в песне, где любовь, там и слезы. Слышишь? А слезы от любви, это же, ну, это хорошие слезы, а? Света, Света. Тихо. Вот и моя девочка, моя хорошая. Ну, успокойся. Он, он меня не любит. Ну, куда он денется? Ты же такая умная, такая красивая, а? Ну, успокойся. Правда? Правда. Ну, а когда я тебе вран? Ну, конечно, правда. Успокойся, моя девочка. Знаешь что? Ты сейчас ложись, и потом что-нибудь очень хорошим-хорошим, да? А завтра мы с тобой обо всем-бо всем поговорим. Ну, хорошо? Ладно. Девочка моя, ну, иди. Иди, ложись. Ты только дверь-то не запирай, хорошо? Хорошо. Рит, возвращайся домой, Светку забирай с собой. Вот такая любовь ей не нужна. Вдруг опять нервный срыв произойдет. Понимаешь? Красивая у тебя девушка. Тоже занимается батлоном? Да. Зачем тебе это? Ну, я все хочу про тебя знать. Я же тебя давно не видела. Ты рисуешь? Я стреляю. Ага. Разошли с пути дорожки, типа. А. Ну, да, ты прав. Как говорится, я забыла, и ты забудь. Ага. И что ты должен забыть? Вот, познакомься, это Яна Туманова, Маша Сенина. Его невеста очень приятно. Очень приятно. Моя невеста. Ну. Ну, я и пошла. Ну, да. Жалко Сережа не увидела, но надо готовиться к выставке. Вы, кстати, приходите завтра, если сможете. Ладно, если. Спасибо. Все, пока. Счастливо. Пойдем. Стой, стой, стой. Той, 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 той. Знаете, тебе что, нравится? Взаимно симпатия была. Да пошли. Да пошли. Ула Кремер, моя невеста. Ура! Макс! Макс, ты где Макс? Макс, спасибо тебе, ты сам знаешь за что. Макс, ты мой друг навеки будешь свидетелем на свадьбе. Спасибо. Ну что, поздравляю, молодец. Прекрасный выбор. Чем ты его полутранта кормить будешь? Яичница? Молоко будет без яжи. Ну ты кайф. Ну ты кайф. Давай, бурюшки! Давай, давай, давай! Плохо отстрелялся, Борис Шоц. Ну, тренировочная пристрелка, все бывает. Надо проверить его винду. А что скажешь про Кульчицкого? Прекрасный выжник, хороший стрелок. Я так понимаю, Бережной решил поменять Шоц на Кульчицкого? Сам посудил, Вася. Но Кульчицкий сильнее. В эстафете он просто незаменим. Ну, Шоц поигрывает ему по всем показателям. Как лыжник, как стрелок. Что ты понимаешь в эстафете? Это командный вид спорта! Там не физика важна, а психология! Вот это ты оставь для диссертации. А мне ответь, что с Кульчицким? Мой ответ – нет. Вася, это не тебе решать. Почему же это? У меня договор с Минспортом. Я тренирую своих ребят и не лезу в дела Бережного. Он не лезет, поедет. Ты подписал. Ну, там есть еще один пункт. Минспорта оставляет за собой право в случае конфликтной ситуации решить вопрос в пользу Бережного. Точно. А у нас конфликтная ситуация? Там нас не удержат бетонные блоки. Нам, нам не нужны будут полунамеки. И пускай я даже не прав был в итоге, но она забудет про эти заскоки. Я, я как обычно могу разозлиться, но быть без нее – это самоубийство. И сгорят недели, как желтые листья. Но мы будем вместе. Мы с ней. Мы с ней. Да ладно, ну. Мы сегодня со Светланой улетаем. Черт. И улетаю я с тяжелым сердцем. Анидот рассказать, спеть, плясать. Чем помочь-то? Вот с молнией помоги. Ага. Только осторожнее, не лыжа. Я заметил. Петя переживает. Пойми, он же не может пойти против Бережного. Вот об этом мы с тобой говорить не будем. Дак и посадку. Хам. Ссс. Че думаешь, Макс оставит? А че тут думать? Макс сильнее меня. Подтянет поворот и вылет не хуже Пашки. А, я лыжный так себе. Ты бегаешь не хуже других. Не надо себя накручивать. Ты интервью Бережного видел? 80 человек себе сейчас на лыжне жилы рвут. 20 из них возьмут в команду. До Олимпиады осталось чуть больше года. Ты думаешь, у меня есть шанс? Париан. У нас у всех шансы одинаковые. Прорвемся. Батя нас не сдаст. Улов недавно. Ну, нравится. Я ей сразу сказал, о такой жене мечтаю. Она, женись. Ну, вот и женись. Че, в Эстонию типа уедешь? Паш, ты мою жизнь хуже меня знаешь. Родители алкоголики. Отводя разоживо сгорели, братишка. В детдоме с пяти лет. А я типа икру черную жрал, да? Слушай, Паша, не сравнивай, а. У тебя отец был настоящий мужик. И семья у тебя настоящая. И у меня будет настоящая. Если я пообещал, не грамма водки, сам на ноги вставлю. И брата поставлю. Ула, мой вариант. Она какая-то правильная, что ли. Мне такая нужна. Про другое не спрашиваю, да? Я ж сказал, нравится она мне. Полюблю. И она полюбит. Что смотреть? Вот эту? Я не знаю. Еще вчера картины были. Зря мы с тобой с тренировки ушли, да? Ну, пустые стены, что ли, смотреть? Антон, не хочешь ничего объяснить? Сейчас, секунду. Музыка, стоп. Друзья, друзья! Минуточку внимания. Походите ближе. Я очень рад вас всех здесь видеть. Глядя на ваши одухотворенные, желающие искусства, лица, я вижу немой вопрос. Где же картины известного московского художника Яны Тумановой? Дело в том, что сегодня ночью все картины Яны Тумановой купил наш земляк, американский миллионер Сема Эльбам за 50 тысяч долларов. Поздравляю тебя. Антон, я тебя просила, это моя дипломная работа, я эти картины выставляла не для продажи. Чем мне защищаться? Чеком твоим? Ян, слушай, эту проблему мы решили. Сема обещал все вернуть, если тебе понадобится. Это же не мое. Ян, ян. Ты же тебя в Америке будут смотреть, это мировое признание, ты подумай. Прости, я опоздал. А что происходит? Друзья, банкет состоится через 10 минут в соседнем зале. Серег, подожди. Посмотри винтовку. Че с ним такое, не пойму. 40 выстрелов, 5 попаданий. Ого. Все команды в сборе. Вы прям большая шведская семья. Или эстонская. Слышь, Коля, употребляй слова правильно, а то можешь в глаз получить. А косеешь с ненароком. Ну-ка, подробней. Поехали, Сера, не обращайся. А что, у Макса всегда право первого брача ночью? Тьфу. Придурок. Я с ней поговорю. Ян, за какие-то 20 картин ты получаешь 50 тысяч долларов. И не рада. За какие-то? Пожалуйста, извини, сорвалось. Антон, я уезжаю в Москву. Я бы вот хотела, чтобы ты больше никогда мои выставки не организовывал. Хорошо? Какая нахрен Москва? У меня для тебя столько мероприятий. Ты мне здесь нужна. Не команду уже. Ты уже все сделал. Спасибо тебе большое. Человек может себя оставить. И что мне с ним делать? Он... Я, давай мы с Максом, глава. Идемте домой. Друзья, перестаньте. Прекрасные леди. Тихо, 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 тихо. Можешь просто подойти и сказать, я не знал про ваши отношения. Если бы знал, не подошел. Или что? Никаких леди. Сто лет она мне нужна. Ну все. Все. Просто идешь к Сереге мой, ты говоришь. Ну все же нормально. Ну, как мужики разберемся. Давай. Сам знаю, сам. Ну смотри, затвор плохо цепляет патрон, поэтому он в ствол не входит. Слышь, Серый, ты это, Макс здесь ни при чем. В геометрии ошибка у тебя. Да он, да он и не знал о вашей свадьбе. Да из нас вообще никто об этом не знал. Требку мне дай. Послушай, Серега, я... Серега, ты что, из-за нее, что ли? Ну ты дурак, Серега. Тряпку дай. Тряпку дай еще одну. Борь, дай тряпку. Ты платился, дай еще. У меня в шкафчике синяя платятся. Сейчас, все, скорую вызову. Скорую вызову. Глитовку оставь. Хорошо. Борь, возьми. Борь, возьми. Сейчас, 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 Макс. Подержу вот так. Подержу. Мужики, вы только метаном ничего не говорите, слышишь? Про эстонку. А то Серегу посадят. Он же не специальный, да? Борь. Паша. Молчи, Макс, помолчи. Сейчас, 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 сейчас. Открываю тогда. Кого? Что случилось? Зайдите, зайдите, пожалуйста. Пишите работу. А что случилось? Скорг он стрелял? Да почему вы меня об этом спрашиваете? Я ничего не знаю. Никогда не думал, что будете на руках носить. Но видишь, какие-то плюсы есть. Холода ног не чувствую. Матери ничего не говори. Сам исправлюсь. Носилки быстро, машину. Заводи. Нина, Нина, стуль. Что? Что он тебе сказал? Я тебе уже десятый раз повторяю. Максим ранен. Но ведь это не он. Это ведь не Паша стрелял. Я не знаю, мама, я не спрашивала. Максим при смерти. Ты это, понимаешь? Понимаю. Где деньги? Дай денег, мама. Денег дай. Сейчас. Сейчас. Нина, стой. Может, не поедешь? Может, останешься? Ну как? Тут надо. Ты держишься. Вить, долго, ну? Долго копаешься-то, ну? Наташа, ты зачем взяла хирургический инструмент? Я врач. Только не говори, что ты сама собираешься его оперировать. Там видно будет. Стойте! Подождите! Возите меня с собой! Такси! Такси! Че там? Не знаю, бегают, суетятся. Это хорошо. Суетятся, значит, еще жив. Блин, даже мне аналитик выскался. Как ты выстрелил? Случайно. Девушка, дед, почему как он там? Молодые люди, идет операция. Состояние тяжелое. Больше ничего не могу сказать. Ну, че будем делать? Хочу ждать путем, че-то. А ты маме Макса позвонил? Они едут. Ты че тут цирк устроил? У тебя че, проблем мало, что ли? Слушай, мужик, я не знаю, что в вашей семье происходит, но твою эту сноху я дальше не повезу. Кого? Так я не понял. Ты че, мне всю дорогу голову уморочила? Ну, насчет мужа соврала? Ну, простите, но все остальное чистая правда. Я люблю вашего сына. Так, знаешь что, вот к нам, забери свои деньги и разбирайтесь сами со своей любовью. Ну, подожди! Я вообще не его люблю. Я жить без него не могу. Ты сестра Павла Крутого? Сколько тебе лет? Восемнадцать. Когда, через год или через два? Через полтора. Ладно, жене ни слова, поехали. Виктор, что ты делаешь? Я знаю, что я делаю. Здрасте. Рома, у нас ЧП. Кривцов звонил. Михеев в раздевалке. Стрелял в Белоусова. Убил? О, нет, ранил. В тяжелом состоянии больницу отвезли. Этого нам еще не хватало. Так, слушай. Завтра туда вылетает комиссия Минспорта. Во главе с Кириленко. Ты в составе. Подожди, как все это произошло? Я не знаю. Браво. О, тебя Кириленко срочно вызывает. К тебе давай. Ты же помнишь, какие финансы я выбил под вас в этом году? И чего мне это стоило? Иван Денисович, мы же за это в долгу не останемся. Ну, это Рома, как получится. Что вы имеете в виду? Финансирование твоей сборной. Что же еще? Подождите. Бюджет утвержден, согласован, подписан. Ну, в общем и целом, да. Но по статьям расходов могут быть очень серьезные изменения. Это еще почему? Да потому что главное, это медальный план. А ты помнишь, сколько золота ты обещал в нашей стране на Олимпиаде? Помнишь? Как отчинаш, вы что, мне не верите? Ну, я-то верю. А вот другие твои коллеги могут сомниться, что все в порядке в твоем королевстве. И что, потянуто одеяло на себя? И денежки. И что вы предлагаете? Я предлагаю замять это дело. Я не знаю, что там на самом деле произошло. Но я предлагаю представить все это как несчастный случай. Я-то только за. А следствие? Надо будет убить им. А прессе? Растолкуем? Да. И еще я хочу, чтобы за этот несчастный случай кто-то понес суровое наказание. Ну, все, Василь, ты бережной, тебя точно с командой выглядят. Так что, готовься. Это еще, молодец, Вилл. Они до меня доберутся. Поверь, в Москве уже все решили. Я эту кухню хорошо знаю. Слушай, ну я привык, что меня отовсюду выгоняют. Но ты-то же все теряешь. И должность, и персональную машину, и зарплату. Что ж ты так легко сдаешься-то? Сразу лапки кверху поднимаешься. Так что теперь, топиться, что ли? Выстрелись. Подожди, подожди, подожди. Один из биатлонистов был тяжело ранен своим товарищем по команде. Что это было? Неосторожное обращение с оружием, несчастный случай или преднамеренный выстрел нам пока выяснить не удалось. Мы по-прежнему находимся в приемном отделении городской больницы, где врачи в эту минуту борются за жизнь тяжело раненого биатлониста. К сожалению, пока не удалось выяснить, кто это. Информация настолько противоречива, что я не хочу озвучивать ее в прямом эфире. Достоверно известно только то, что это биатлонисты из команды, которую тренирует Василий Непатей. Петр Сергеевич, скажите, что будет с командой Лесные Братья? Ее расформируют. Алло, алло, Рита, ты? В Москве? Долетели, слава богу. Все. Мне сейчас неудобно разговаривать. Что случилось? Включи новость и сама все узнаешь. Извините, извините. Я вас прошу, извините. Ну, два слова, Петр Сергеевич, два слова. В биатлонном центре сегодня произошло трагическое происшествие. Один из биатлонистов был тяжело ранен своим же товарищем по команде. Рита, а вы уже дозвонились до... Вот вы уже ранее снятые кадры у приема. Что там такое? Включите, пожалуйста. Подожди. Успокойся. Что, Елена? Света, я прошу тебя. Подожди, дайте мне, пожалуйста, посмотреть. Подождите. Фуф. Доставлен тяжело раненый спортсмен. Нам стало известно его имя. Это Максим Белоусов. Света, я прошу тебя. Врачи до сих пор борются за его. Слышишь? Еще ничего неизвестно, Света. Все будет хорошо. Слышишь? Пожалуйста, поверь мне. Все будет хорошо. Света. Света. Что ты проехал? Я испугалась. Подумала, что это ты. Так, вот она куда забралась. Кровь убираем, убираем. Не спим, не спим. Зажим. Давление. Давление в норме. Вот она. Все, шьем. Андрей Петрович, давление падает. Так не мудрено, что крови потерял. Давайте начинать переливание. Андрей Петрович, ну, у нас в больнице запаса этой группы крови нет. Что, балдела, что ли? А что ты мне завтра об этом не сказала? Додоры ищем бегом! Батя, а где винтовка? В оружейной комнате, где еще быть? Дозвонился до родителей Максима? Да, нет. Надо подумать, где они будут жить. Вась, а у тебя других проблем нет? Вот сейчас надо подумать о том, как выкарапаться из этой ситуации. Что, я не понял. Петр Сергеевич предлагает нам договориться, как себя вести и что говорит следователю. Да, следователю нужно говорить одно и то же. Петя, свою шкуру спасти мы еще успеем. Сейчас надо спасать Максима. Слава богу, все здесь. Ребят, нам срочно требуется донорская кровь. Вторая резус положительный. Есть такая. Пройдемте быстрее. Так, ребята. Значит, давайте договоримся. Не помешаю. Следователь Бабанов. У меня на тренировке затвор заклинило. Это бывает. Оружие старое. Ну и? Я к Сереге. Он в этом деле разбирается. И я его попросил помочь. И ты и помог, да? Что там? Следственный эксперимент. А почему ты тут? Потому что у меня во время выстрела там не было. Да? Ребятам сейчас не посовидуешь. Ну, рассказывай, как стрелял. Давай. Снайпер. Я сидел здесь. Угу. Вынул затвор. Ну, вроде все нормально. Угу. Решил проверить с патроном. Дослал патрон в патронник, затвор вперед. И тут бац, и выстрел. И? И Максим вошел. Выстрел. На курок нажимал. Это бывает. Я повторяю. Оружие старое. А когда старое оружие... Сколько? Что сколько? Сколько в этом году биатлонистов похоронили? Ну, знаете ли, это несчастный случай. В моей практике он единственный. Где я взял патрон? Так запасных. Угу. Эстафетных. Эстафетных. А согласно техрегламенту, где и кем выдаются патроны? Ну, вообще-то тренеры на стрельбище, ну поймите, на практике существуют... До практики мы дойдем. Дойдем. До практики. Дойдем. Дойдем. Патроны выдаются у меня. Идем. Так, я составлю протокол. Ознакомитесь. Распишитесь. Все. Свободны. Да-да, Петя, я поняла. Операция прошла нормально, состояние стабильно тяжелое. Хорошо, я передам. Пока. Что папа сказал? Сказал, что пока тебе ехать туда не надо, он в реанимации. Там врачи, родители. Ты сейчас ему не можешь помочь. Антон, я тебя полчаса жду. Где тебя носят? Да, то один нарисовался, то второй. Так, ладно, ладно. Эту историю ты мне как-нибудь потом расскажешь. Я о Максиме. Так, и что с Максимом? Ну, ему надо помочь. Здорово, Ян, но, к сожалению, я не врач. К счастью. Но, тем не менее, у тебя есть эта возможность. Хорошо. Там, где родители Максима? У главврача. У главврача. Так, жди здесь, я сейчас вернусь. Операция прошла успешно. Состояние стабильно тяжелое. Пуля прошила брюшную полость, но печень и почки не задеты. Кровопотери. Большая, но нам удалось ее восстановить. Скажите спасибо своему тренеру, помог. Калатики накидаем, заходим. Калатики накидаем, заходим. Чурбан. Ты чего? Чего? Чурбан ты бесчувственный, вот чего. Почему? Ну, потому что я тебя жду-жду, а ты даже не зашел ко мне. Я к Максу опоздал Представляешь Я когда правый стрел узнала У меня сразу же Руки и ноги отнялись Сейчас встали Все, давай С Максом чего? Маш, ну чего Сделали операцию, плохо все А Сережа? Сережа переживает А он где? Он с тобой сейчас приедет? Там он, в номере Ну что, обалдели его одного оставлять? А если он с тобой что-нибудь сделает? Маш, он ничего не сделает, там Боря, психолог какой-то Давай, ну брат, давай Отцепляйся Все, давай Сергей Все мы хотим того или нет Участники огромной лотереи Да, правда, Серега, не переживать так, а Ты же не виноват, ты же случайно Я представляю, как вам сейчас больно Ну, ну, да это пережить Перетерпеть Да все нормально будет, Серега, слышишь? Ну, главное, Белоусов-то жив И я надеюсь, он поправится Я уверена в этом Да, Макс, здоровый парень Через месяц уже будет на лужне стоять Ты что гонишь, а? Психолог Да хорошо, если он вообще на ноги встанет А не останется он всю жизнь инвалидом Можно? Добрый день Привет Чисто у тебя, уютно, хорошо Я люблю порядок Я вообще думал, что мы все больше не увидимся К чему? Потому что кто-то считает меня убийцей А я считаю тебя настоящим мужиком Правда, горячим, булки у нас все-таки мужиком Смешно, да? Слушай Ула Нет Ты тут ни при чем Я знаю Это был несчастный случай Для тебя же будет лучше, если мы расстанемся То есть ты это решила? Да, это я решил Мне уйти? Уходи Хорошо Жаль, а папа уже договорился о выгодном для нас кривете Но это ничего Давай Андрей Петрович Присаживайтесь Нет, ну я же вижу, вы что-то явно не договариваете, да? Да нет Андрей Петрович А Ну Ну Если хотите, можете посмотреть Четвертый Нет Четвертый и пятый повреждены Да Что это значит? Да все что угодно это значит От полного выздоровления до... До паралича нижних конечностей Ну, я бы таких выводов сейчас не делал Это преждевременно Господи Так, все-все-все-все-все-все-все-все За что же мне такое наказание? Господи Так, мамаш, будете рыдать, я вас выгоню Вы где остановились? Пока нигде Давайте так Вот здесь за углом есть довольно приличная гостиница Идите туда Устраивайтесь, отдохните Потом можете вернуться обратно Я успокоюсь, простите меня, пожалуйста А где Нина? А халат мой где? А реанимация где? Не подскажете? Куда? Туда? Туда? Два, три, через три окна? Спасибо Так, а ну-ка, вон отсюда Вылезай, откуда? Нет Вон, не орите Зараза такая Ай, 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 ай Зараза, тихо Вон, не орите Что вы встали-то? Ну, вытаскивайте ее Вылезай, откуда? Ай, нет, ай Андрей Петрович, я с ней не справлюсь Зараза, я справлюсь Слушай, слушай, девочка, миленькая, хорошенькая У него жизнь на волоске висит, понимаешь? У тебя микробы в полну, ты его Ты его убьешь, понимаешь? Он умрет Ай, нет, нет, нет Почему у вас окно открыто? Так вы сами приказали проветрить палату Слушай, не страшно я Ай, нет, 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 нет Наталья Васильевна, вы сумку забыли. Да, спасибо. Надо в Москву увезти его, профессору Семагину. Так, ну и зачем? Вот зачем Макса сейчас куда-то везти? Послушайте, я только что говорил с профессором Семагиным, он на днях будет здесь. Обещал Макса посмотреть. Все хорошо, я договорился. Антон, спасибо тебе. Так, о чем мы здесь стоим? Спасибо. Послушайте, видите, вон тот дом. Первый подъезд, второй этаж, пятая квартира, месяц в вашем распоряжении. Антон, ну я не настолько беден, чтобы... Виктор, ну вы сейчас теряете время и мое, и свое. Пожалуйста, Яночка, проводи наших гостей, покажи квартиру, чтобы все было хорошо. Нет, подождите, не на крутого была. Встречу и к вам отправлю. Давайте, давайте, устраиваться. Я поражена. Выходи за меня замуж. Не до такой степени. Так, я в последний раз... Ты что, больная, что ли? Ты что наделала? Она больная. За завхозом, быстро! Что вы встали? Он в отпуске. То у нас не в отпуске. И вы что мне теперь с ней делаете? Она себя до лучника перековала. Дядяка, дайте мне... Чего? Оставьте меня с ним, пожалуйста. Возьмите меня уборщик, или человек, и мне подойдет все, что вы скажете, пожалуйста, пожалуйста. А что он с тобой? Оставайся. Будешь быть хирургией и реанимацией. Такого насмотришься, через два дня сама сбежишь. Я не сбегу. Поставьте ей там распладушку в коридоре, что ли. Халат верни. Придуршина. Давай. Не поеду никуда. Не едешь? Да нет. Нет, не поеду. Поедешь? Да не поеду я. Откуда ты взяла наручники? Купила. Хочешь, я тоже подарю. Ты чего звонил? Чтоб ты маму успокоила, сказала, что все со мной в порядке, а не чтоб ты сюда не слазь. Ну, Нин. А что, я должна молча сидеть, смотреть, как мой Максим при смерти лежит? Он тебе кто? Жених? Давай муж? Какой он твой? Будет моим. Деньги у тебя есть? Меня здесь кормят вообще-то. Все, иди. Паш. Давай, иди, иди. Бедовая сестренка. Моя. Да я понял. Твоя чаша еще. Че ты хотел? Да тут... Такое дело. Я Фатьеву винтовки немецкие привез. Чего ты привез? Да, хотел, чтобы у вас стволы нормальные были. Антош, давай, не тяни. Да там проблемы, блин, в оформлении. То им одну справку подавали, то другую задолбали. Ну, давай, давай, давай. Короче, если сейчас следак начнет копать и найдет эти винтовки у Фатеева... то его посадят, да? Ну, статья ему обеспечена. Незаконное хранение оружия группы лиц по предварительному сговору. От двух до шести. Давай, звони Фатееву, пусть вернет мне винтовки. Че ты усталился? Давай, звони. Алло, бать, привет. Ну, че, ну, вон они лежат. Где ключи от оружейки? Дежурную. Ну, иди, найди его, пусть откроют. Да, он мне сейчас ключи даст. Паш, иди, открывай. Че это такое? Ба... Баба... Бабанов. Кто это? Следователь. Блин. Ну, все, короче, дежурный теперь сам дальше сюда не зайдет. Да погоди, слушай, я этот замок прямо сейчас здесь ногтем открою, хочешь? И бабки при мне останутся. Дело труба. Оружие никому не выдают, холостой тренаж сменяется. Мы этого охранника убеждали, уговаривали его, угрожали. Он... У него приказ. Без следователя оружейку не открывать. Ну, вот и че нам теперь делать, а? Значит так. Надеваем маски, вяжем охранника и забираем стволы. И по койкам. Как идейка? Крутая. Во. Десяточку потом еще за это отселим и все нормально. Ну, десяточку это ты, конечно, загнул, братан. Так-так-так-так-так-так, а если... Отключаем сигнализацию, отвлекаем охранника, вскрываем оружейку и забираем винтовки? Почему нет? Только теперь как-то сделать. Вот. Че? Дим, там кто-то подстанцию скрыл и внутри копается. Ты куда звонишь? Куда? В полицию. Да пока не доедут, пока соберутся, у нас все кабели повырубают. Пойдем, мы же угоним, потом позвонишь. Ну, давай. Пойдем, 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 пойдем. У нас пять минут. Да это куча времени, братан. Идем. Пойдем. Ну, давай. Да что в тебе. Да, ел. Да, аккуратнее. Кипяток. Я вижу. Сто часов я ее так отрепляю. Слушай, ты хрен с ней спнул. Оторви, потом приклеим. Угу. Да, алло, да. Паша. Да. Ну че, открыли? Ну, Серег, минуту, еще одну минуту. Я не могу, Паша, они уже близко, все. Я ничего, он так кран свет-то вырубил. Я же еще замок не открыл. Давай, давай, давай. Че ты возишься? Ногти, мы его откроем. Ногти, че, ноготь обманут? Слушай, все хорошее. Фонарик лучше включи. Че, не слышал, посвети. Ты его должен был взять. А я забыл. Я его не догнал, он в лес убежал, гад. Так, ты и здесь пока подежуряй, а я на пост за новым замком сбегаю. Ага. Пссс, ну че получилось? Не знаю. Ты че телефон не брал, а? Че, блонд, да? Пссс, ну че. Получилось, что ли? Не знаю, только у нас. Блин, ну круто, фото. Ты че, Олег, ты че так пугаешь? Блин. А Машка знает? Нет. А я вам расскажу. А не надо никому рассказывать. А виной всему ваша беспечность и попустительство. Иван Денисович, я абсолютно убежден, это несчастный случай. Ну, несчастный случай, это когда жена борщ пересолила. А это преступление. Почему спортсмены получили патроны до начала тренировки? Согласен, Даркшенин, но ведь это обычная практика. Да, у вашего друга Фатеева это обычная практика. А вот с ним и разберемся. Поехали в больницу. Ну что, ничего нового я вам пока сказать не могу. Белоусов аж в коме. Состояние тяжелое. Ну, стабильное. Так что вам не имеет смысла всем здесь толкаться. Идите домой. Может быть, какие-то лекарства? Да, вы скажите, какие я все достойно. Да нет, спасибо, у нас все есть. Он сам теперь должен справиться. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Иван Ильич, это следователь Бабанов Алексей Михайлович, который занимается нашим делом. Если не секрет, как продвигается расследование? Все хорошо. Оружие отправили на экспертизу. Веду опрос свидетелей. Хорошо. Нужна будет помощь, обращайтесь. Спасибо. Роман Алексеевич, Роман Алексеевич, можно вас на минутку? Прошу. Благодарю. Скажите, а вы отвечаете за комплектование сборной? Угу. Мне стало известно, что вы хотели кого-то отчислить из команды. А что, для следствия это имеет какое-то значение? Белоусова и Шаца. Еще вопросы? Белоусова и Шаца. Бред, вот что я вам скажу. Бред это симптом психического расстройства. А я в трезвом уме и здравой памяти. Так чего вот меня надо? Скажите, а зачем вы отдали свою винтовку Михееву, зная о том, что она неисправна? Именно за тем, чтобы он ее починил. А может быть для того, чтобы чужими руками убрать конкурента? Какого еще конкурента? На отчисление сборной Максима Белоусова. Бред. Николай, скажите, а вы давно знаете Михеева? Да нет, в прошлом году познакомились на сборах. А что вы можете сказать о нем? Да что, отличный спортсмен, хороший стрелок. Ну это я без вас знаю. А какие у него были отношения с потерпевшим? Враждебный. Да? Что же за кошка пробежала между ними? Кошка? Да. Ну какая-то пробежала одинокая кошка. Короче, Белоусов переспал с невестой Михеева. Ого. Улы, Кремер. Ну, эстонская биатлонистка. Но для современных людей это нормально. Они же свободны. А Михеев на это смотрит по-другому. Абсолютно. Он же провинциал. Но он собственник, я не знаю, сказал. Мое, значит, все не тронь. Подрались. Ну, Михеев ему накостылял. Ну, там грозился убить. Даже так? Ну, это так сгоряча в запале. Скажи, этот выстрел мог быть случайным? Знаете что? Спросите вон у Кремера. Значит, вы не отрицаете связи с Белоусовым? Да нет. И не только с ним. А для вас это норма? А вы имеете что-то про здорового секса? Так. Пресса об аресте Михееву уже знает. Не раздули бы. Иван Динович, постараемся шума избежать. Что мы делать-то будем? Да я думаю, ничего страшного еще не произошло. Пока идет предварительное расследование, все еще поправимо. Так, три недели. Максимум месяц я тебе даю, чтобы ты замял это дело. Нам скандалы не нужны. Понимаю. Ну, раз понимаешь, действуй. Справишься, останешься. Нет, пеняй на себя. Роман Алексеевич, а что по Фатееву? Ты еще спрашиваешь? Чтоб ноги его здесь не было. Сегодня же. Подожди. Роман Алексеевич, не руби с плеча. А пусть Фатеев пока тренирует, работает, доказывает, собственно, состоятельность. А мы потом приедем и проверим результаты. Вот тогда и поговорим. Вот и иди, иди. Занимайся. Всего хорошего. Следствие-то идет пока. Чем закончится, неизвестно. Чего ты Фатеева хочешь увольнять? Главного виновника всего этого бардака. Ты что, хочешь за все отвечать сам? Да пусть Фатеев работает. Мы от него в любой момент можем избавиться. Пойдем. До самолета опаздывай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Бо. Ты что здесь делаешь? Работаю. Давно? Давно. Хочу пить. Он очнулся, заговорил и попросил пить. И ты давай ему воды. Нет, конечно, у него же ранение в жмоте уже нельзя. Ты меня с каждым днем поражаешь. Я стараюсь. Больше, больше, больше. Стараюсь, я стараюсь. Он очнулся, очнулся. Что доктор говорит? Динамика проложительная со дня на дня его переведут в терапию. Да! Да! У нас радость, капитан. А у меня работа. Так, Шац, ознакомьтесь, распишитесь. А что это? Подписка о невыезде. А вы, гражданин Михеев, пройдемте со мной. Там нас не удержат бетонные блоки. Нам, нам не нужны будут полунамеки. И, пускай я даже не прав был в итоге. Но, она забудет про эти заскоки. Я, я как обычно могу разозлиться. Но, быть без нее это самоубийство. И, сгорят недели как желтые листья. Но, мы будем вместе. Мы с ней. Мы с ней. Который день с тобой беседуешь, беседуешь, все бессмысленно. Ты чего такой упертый, а? Который день вам говорю одно и то же. Что вы еще хотите от меня услышать? Правду? Да, пожалуйста, записывай. Те. Выстрел произошел случайно. Отношение Белоусова и Кремер тут ни при чем. Почему вы мне не верите? Вера, Сережа. Это признание чего-либо истинным. Без проверки и доказательств. Записать бы. Запиши, запиши. И вот еще что. Если ты не покаешься, придется сидеть тебе долго-долго. Вот твои новые друзья. Федор, Николай, кого хочешь, выбирай. Не вам решать. А ты веришь в наше правосудие? Хочешь конфетку? Через два дня я предъявлю тебе официальное обвинение. Мы ведем прямой репортаж от ворот средственного изолятора, где сегодня собралась группа поддержки биатлониста Сергея Михеева. Скажите, что вас сюда привело? Полное несоблюдение законов и... Беспредел следователя Бабанова. Поясните, что вы под этим подразумеваете? На самом деле абсолютно все. Михеев задержан, ему не предъявлены никакие обвинения, и при этом свидание с ним запрещено. Хотите что-то добавить? Да. Мы, конечно, все будем бороться за нашего друга. И именно поэтому, именно сейчас я решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы мэра этого города. Яна Туманова возглавит мой предвыборный штаб. Мы все одна команда, и вместе мы победим. А ты меня спросил, хочу ли я заниматься твоей предвыборной кампанией? Слушай, ну, это же все для прикрытия. Выход на прессу, на телевидение. Ты же Михееву хочешь помочь? То есть быть мэром ты, на самом деле, не собираешься? Ну, это как карта ляжет. Ознакомьтесь с протоколом. Ознакомились? Согласна? Нет. Правильно, Сережа. Я другого от тебя не ждал. Скажи, а ты не думал, что тебя подставили? Разве ты как лоха? Да брось ты. Я тебе сейчас все расскажу. Неделю не пахали. Дыхалки вообще нет. Ничего, сейчас восстановимся. У Шнайдера, когда в прошлом году травма была, он месяц не тренировался, потом за две недели в форум пришел, и ничего, нормально, кубок миру взял. Ну что, блин, Ирина, а? Как сонные мухи едете? Новый биатлонный стиль осваивает. А, шутка-сумосмейка? Ну, бережной прогон устроит, тогда посмотрим. Поехали. Паш, а ведь он реально прав. Тяжело нам будет сбережным. Сереге тяжелее, поехали. Что? Типа Борька меня подставил? А чему тут удивляться? Ты хорошая кандидатура. От сахи. Родители умерли. Защитить тебя некому. Я не верю. Ну, это твое дело. Но факт это вещь упрямая. Ну, вот посуди сам. Шатса вот-вот должны отчислить из команды. Годы тренировок, слава, деньги. И что? Все к коту под хвост? И то есть, Шатс специально подсовывает мне несправную винтовку, чтобы я взял за мать? Чтобы ты убрал Белоусова, своего прямого конкурента. Ну, хорошо. Ну, допустим, что это так. А я беру и не стреляю. Ты-то и не стреляешь. После того, что он сделал. Если бы я узнал, что моя невеста, я бы этого гада изрешетил бы из стабильного оружия. Понял? Шатс, он такой очень хороший психолог. Все просчитал. Не волнуйся, не волнуйся. У меня большой опыт работы, есть связи, я тебе помогу. Сделаю тебе условный срок. Не веришь мне? Зачем мне врать-то? А хочешь, я тебе сейчас свиданку с братом устрою, а? А? Хочешь? Когда? Да прямо сейчас. Слав. Слава. О, сюрприз. Брат. Серега. Брат. Серега. Может, чаю, а? Ну ладно, общайтесь, общайтесь. Давайте, давайте, ребята. Общайтесь. Давайте. Давайте. Слава. Бать, чё мы дурака валяем, а? Давай, всё, поехали к следователю Без повестки? Да, без повестки Он сейчас дело состряпает, закроет его и хрен мы потом чё докажем Ладно, закончили тренировку, сдавайте оружие, собираю ребят и ждите меня здесь А ты куда? На Кудыкину гору Бой! Спасибо, что приехали Я вообще завтра хотел А тут менты, меня в машину и сюда Ты о чём? Подход у них такой Думают тебя раздобрить, на признанку вывести Слушай, а ты вообще откуда таких слов понахватался, а? Просветили Слушай, ты главное не суетись И лишнего не болтай И стой на своём Ты меня учить будешь? Я не учу, я советую Не знающие люди сказали, чтоб ты ни в чём не признавался Подпишешь, сядешь А можно подумать, если я не подпишу, меня отсюда с цветами Да хватит хохмить! Ты на зоне был или чего? Они-то были и знают, что почём Пусть делают свои эксперименты, делают, что хотят, нам всё равно Ты, главное, стой на своём Не-ди-но-вен Так, всё, пообщались и хватит Свободен Ну что, Серёжа, продолжим разговор? Слушайте, чего это у меня до сих пор адвоката нет, а? Молодец, братан Свободен! Будет тебе адвокат Жди Жду Ой Опа-неньки Что, есть пот? Веской, прощания, вздох Да буду тебе Тебе, Ленка ж сказал, что Ну, нашёл, кому верить Вот даже если мы с тобой вытащим, Михеева роль не играет Он всё равно на меня всех собак навешивает Выгонит, другую работу найдёт С волчьей билетом где? В охране, например Лицензия на оружие есть Между прочим, вот из-за неё, Рик, ты меня бросил Тоже этого добиваешься? Барь! Мы идём? Идём, идём Куда? Михеева выручать Тебе же не досуг Пошёл Привет Привет Ты назначен госзащитником Михеева А преступление уже раскрыто? Будет раскрыто Если ты мне поможешь Мне нужны признательные показания Так, уши отвернул В другую сторону Быстро А зачем? Понимаешь, у меня дел по горло Времени совсем нет А с этим делом всё ясно? Да как бы уже день Михеев хотел убить Белоусова Меня в этом никто не переубедит Тихо, тихо, тихо Спокойся, тихо Тихо, тихо Ты когда пил? Месяц назад? Чё ты врёшь? Я по твоей роже вижу Не просыхаешь Ты что, работы хочешь лишиться? Лёш, ну чё ты говоришь вообще? О твоих запоях говорю Не хочешь работать, не надо Другого найду Лёш, ну это ни к чему Я сегодня же закодируюсь, хочешь? Ты мне уже до пять лет говоришь Давай, побресься Там, не знаю Костюм поменяй Воняешь Лёша, 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 Лёша Здравствуй Здрасте Как всегда, нескромные, но насущные вопросы По моему защите платят друже У Михеева хорошие друзья А ты же знаешь Настоящие друзья тоже могут оказаться скупердиями Они не такие Понравишься, наймут Заплатят Всё Помойся, а то воняешь Тук-тук-тук Здорово, братан Здорово, братан Как тебе транспорт? А? Ничего Нормально Что в сумке? Протпаёк Фрукты Витаминки Всё такое Чай, сигареты По-твоему, это витамины? Блин, сумки перепутал Твоя в машине осталась Это Серёга в изолятор Витёк, поменяй, скажи, пожалуйста От тебя сразу к нему поеду Передать чё-нибудь Пусть держится Понял Слышь, Макс Ты сам как думаешь Он В тебя случайно выстрелил Или Замочить хотел Поймите Всё, что произошло Это просто нелепость Нелепость Это высказывание Или действие Не соответствующее Здравому смыслу Ну, хорошо Расскажите свою версию Моя версия Это случайный выстрел Паш Это проявление внешних Неустойчивых Паша Да тихо ты Чё я ему скажу? В смысле, Борь? Скажешь, как было? Как он винтовку заряжал? Как Выстрел? Да хрен его знает как Не понял Я этого не видел Я ему винтовку отдал Сам отошёл Так, следаку и скажешь Михееву всё равно Никто не сможет помочь Расслабься ты Не при делах Пацаны пропустите, а Я опаздываю Так Учёт и количество Полученных Исписанных патронов Не ведётся Последняя запись Была сделана вами Да вы поймите А перед происшествиями Стрельбы были? Да были И мы отстреляли Все патроны До последнего Клянусь А журнал Просто формальность Формальность Это действие Или условия Установленные Правилом Или законом Да Задолбали Вы меня Своими определениями А определение Это логическая процедура Придания строго фиксированного Смысла Термином Языка А чё ты хотел О этом сказать То, что Серёга Специально стрелял Ты дурака Ты не врубай Все знали Про их отношения Да Случай подвернулся Вот и напальнул Тихо, тихо Э, пацаны В обезьяннике Давно не парни Сейчас быстро устрою Всё, всё, всё Начальник Нормально всё Парни горячие Немножко Охренели Успокойся Чё за сумка? Серёге передачу Приготовил Через следака Передам А он примет? Да пусть попробует От кандидата в мэра Не принять Чего? Убать Да Да Всё не так просто Бать Что он тебе сказал? Иди Иди к следователю Кандидаты вперёд Я всё уложила Только не забудь Про пирожки Отец их любит Когда самолёт? Через четыре часа А почему так рано едешь? Потому что Будут пробки Я не успею Серёга Ты уверена Что нужна Максиму? Ну я уверена Что он нужен мне До свидания Счастливо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паш, не зверей Спокойнее Коля Промба Левее на два щелчка Ага Ой Простите, пожалуйста Это тебе что? Проходной двор что ли? Ну я устал ты Пошёл Пошёл Простите, пожалуйста Догонишь Ты это умеешь Здравствуйте, Девать И Рита здесь? Нет, она в Москве Я одна А это Папа где? Да у тебя, наверное Чтоб плохо себя чувствовать Борь Ну что? Застрелился? Четыре промаха Что с тобой? Пап 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 Когда там Бережной возвращается? Дочь, а ты когда приехала? Только что приехала. В Москве, давай садись завтракать, давай, тихо, 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 сюда ластульчик, так, держи, сейчас, так плохо, пап, не спи, на, давай, пей, нельзя резко бросать, пей, как маленький, папа, давай, 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 молодец, пап, мне машина нужна в больницу съездить. Зачем себя в больницу? К Максиму. К Максиму, ну, прошу. Да? Спасибо. Алло. Тихо. Да, договорились с адвокатом о встрече. Да, восемь, я понял. Все, давай на связи. Чего вы разгалделись? Показывайте. Угу. Пафосно. Нет, это пошло. А это в работу. Да? Да. Да. Я еду с тобой навстречу. Слушай, давай я... Даже без возражений. Да я только в этом году 15 судебных процессов вывод. Владимир Михайлович, ну, если вы такой успешный, то почему до сих пор работаете в госзащите? А что делать? Что делать, Яночка? На громкие дела местных не берут. Предпочитают столичных адвокатов приглашать. А вы их расценки знаете? Не-не-не-не, Антон, мне не уливать. Я не пью. Алкоголь в моей профессии противопоказан. Да. Пахвально. Так и сколько же вы хотите за свои услуги? А сколько вы можете мне предложить? Доложи. Исполя, вы меня обижаете. А, знакомьтесь, Павел Крутов, биатлонист. Очень приятно. Я отойду, руки помою, а вы тут посвящайтесь. Еда была слишком жирной. Да. Что за тип? Какой-то мутный. Вроде не алкаш, а выглядит как алкаш. Денег предлагали, да. Ага. Ну, говорит, мало. Блин, да я за эти деньги... У тебя наличка есть? Сколько? Ну, пачками, чтобы было. Ну, на. Еще есть? Да, блин, вы гоните. Все, идите. Чего? Идите, идите. Доверяю тоже, доверяю. Пойдем. Пойдем. Лешка. Лешка. Да это клонтайк. Да. Я с них сейчас столько попла выпью. Кота дырять буду. И тебе еще на макарыч хватит. Да, да, да. Ну давай договоримся. Слушай, срок реальный, но по нижнему пределу. Не подведи. Ага. Да, вот еще, Леша, 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 Леша. Спасибо за галстук. Где Яна, Антон? Отошли. Как же так, мы с ними, с Антоном, ни о чем не договорились еще. Ну со мной договоритесь. Садитесь. Так у меня немножко другой расклад. Мне надо его не вытащить, мне надо его посадить. То есть? Ну конкурент. Как косточка в горле. Понимаю. Посадите, получите в два раза больше. Идет? Идет. Ну хорошо. Я не пью. В смысле? Вообще. Серьезно, да? Да. Серьезно. 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 Что-то... Ну... Ну, вы меня неправильно поняли. За встречу. Я могу ремочку вообще-то? Ну, знаете, в наше время доверять людям, кто не пьет. Согласен. Да. Ну, как говорится, за успех дело. Между первой и второй. Пермешутка нет совсем. О! Ну, что? Ну, что? Ну, что, засланный он? Что? Со следователем работает. Чего? Ничего. Заслали его, чтобы... Серегу заставить... Сознаться, что он сам стрелял. Зачем ему это? Дело закрыто. Сука. Сука. Тихо, тихо, тихо. Ты чего? А толку? Ему просто нужен хороший адвокат. Да будет через три дня, не вопрос. Так, стоп. Где мое бабло? Выруби его на три дня, получи свое бабло. Ты ему деньги оставил, что ли? Придурок. Идем. Антон. Че? А дай мне ключи от машины, я Пашку на базу отвезу. Да не переживай ты, я аккуратно, аккуратно. Смешно. Спасибо. За что? Чтоб отвезла. Ну, я всегда рада тебе помочь. Ну, а тебе спасибо, что ты такой честный. Красиво. Не помешаю? Яна меня подвезла. Маш, не надо. А что не надо? Ладно, ребят, не ссорьтесь. Пока. Пока. Ты че устраиваешь, а? А ты где был? А я тебе че, отчитываться должен, да? Ты мой тренер, а? Или ты мне, может, жена... Мама звонила. Я ей сказала, что ты тут ни при чем. Расстроилась? Ты что, не в себе? Она же переживает за тебя. И че мне теперь сделать? В норку залезть и не высовываться? Да мне все равно, что сделать. Просто я знаю, что сейчас правду будешь искать. А не надо, да? Нет, не надо. Слушай, не важно, прав Михейфель, не прав. Они без тебя разберутся. Спасибо за совет. Маме своей кланяйся. Это не совет. Это приказ! Паша. Это туалет. Я знаю. Крудов! Ты по какому времени живешь? По московскому или по Гринвичу? По местному. На какого черта по ночам слоняешься? Надо было решить одну важную проблему. Ты что, пьяный что ли? Что, пьяных не видели? Это для дела. Какого дела? Соблюдать режим и показывать результаты. Вот твое дело. А за мной не заржавеет. Завтра ударная тренировка. Сто выстрелов, двадцать рубежей. Если придешь не первым, выгоню из сборной. Зараза какая, а? Где этот твой адвокат? Я не знаю. Вам виднее. Не умничай. Ты мне вот что скажи. Я с вами без адвоката разговаривать не стану. Хорошо. Давай поговорим просто. Без протокола. Ну что вы еще хотите от него слушать, я? Правду. Да я вам даже правду без адвоката не скажу. Склепки на место положи. Я что-то не понимаю. А все остальные команды куда попрятались? Кто где? Кто в спортзале, кто в бассейне. У кого-то кросс. Бережной всех разогнал по другим объектам. Для чистоты эксперимента. Вась, думай, что хочешь. Но учти, если Крутов придет вторым, нам конец. Ой, напугал. Сейчас упаду, заплачу. Пашка свое дело знает. Крутов! Не гони! Спокойнее! Василий Иванович, вы знаете, что во время соревнований комментировать, а тем более подсказывать нельзя? Последний рубеж, Роман Алексеевич. Двадцатый. Промах. Курчицкий. Курчицкий. Двадцатый. Курчицкий. 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 Теперь Крутов Штрафные круги будет мотать Все Ловить тут нечего Я пошел Проваливай Давай, Паш Рви его Давай, давай А вы не хотите поближе посмотреть? Спасибо Мне здесь все видно Паша Ну давай Миленький, ну Ну давай Ты можешь, давай, миленький Любимый мой, ну давай Ну давай, ты можешь, ну Ну давай Я знаю, ты можешь, ну Миленький, ну давай Ты можешь, ну давай Миленький, ну давай Василий Иванович, врача зови. Батя! Батя! Рита, 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 я тебе говорю, это обыкновенность на кардии. Прихватил на тренировке, бывает. Для профилактики, для профилактики. Отправили в больницу, обследуют и отпустят. Нет, приезжать не надо. Ну, не надо. Мы сами скоро все приедем. Ну, все. Рита, все, целую, люблю. Все, пока. Пока. А что врачи говорят? Говорят, пофартил у меня. Я давно хотел провериться, подлечиться, а тут как раз теперь... Вот как раз. Проверишься, подлечишься. Угу. И высплешь? Да. Да и вы от меня отдохнете. Угу. Мы-то отдохнем. Тут до тебя кривцов забережные мы заходили. Ага. Извиняться, что до инфаркта довели, да? Ты остаешься с бордой. Янечка, у меня есть для вас два дня. Третьего должен быть в Страсбурге. Что от меня требуется? Коротко. Выпустить Сергея Михеева под залог и снять с него все обвинения. Вы считаете, что сделано? Закончили холостой тренаж. Сейчас, как обычно, пять лежа, пять стоя. Начали. Ну что? Такое отставание отыграть просто так невозможно. Что за допинг принял, а? Жидкий. Приходи, налью. Твоя закуска. Давай. А что это за старье? Роман Алексеевич из Москвы привез. Приказал отстрелять. Нормальный патрон. Проснулся только. Мы уже месяцами стреляем. Так, это что за разговоры? Приказал отстрелять. 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 Он зашумил, камеру, камеру, камеру проверил все, и... Работаем. Скажите, о чем вам удалось договориться со следователем? О многом. И что ему теперь грозит? Ну, по сравнению с тем, что было, сущие пустяки. До трех лет. Ну, попробуем договориться условно. Слушай, Альберт, я не понял, я тебя для чего из Москвы выписывал? Чтоб ты моего друга за моё же бабло на нару упрятал? Какое нахрен заключение? Ему даже условный срок не в масть. Все до копейки вернешь, козел! А как вы можете прокомментировать заявление адвоката Альберта Шустера? Слушай, отвалит, давай. Ну, скажите, хотя бы он будет продолжать защищать Микеева, или вы найдете другого зла? А ты не поняла, что ли? Смотри, никаких... Вы все видели сами, но за кого голосовать, решать вам. С вами была Юлия Лозинская для Первого городского. Да чё за патроны-то? Отличные патроны. Стрелять надо уметь. Закончить тренировку. Сдать неиспользованные патроны. А как вы можете прокомментировать заявление адвоката Альберта Шустера? Слушай, отвалит, давай. Ну, скажите хотя бы, он будет продолжать защищать Микеева, или вы найдете другого зла? А ты не поняла, что ли? Вы все видели сами, но за кого голосовать, решать вам. С вами была Юлия Лозинская для Первого городского. Я не понял. А чё стоим? Что, ума не хватило что-нибудь наплести? Ян, ты, пожалуйста, не начинай, и так тошно. Я не начинаю. Просто вся предвыборная кампания в корзину. Слушай, давай не будем торопить события. Хорошо, давай не будем. Ты мне только скажи, ты зачем Шустера уволил? Где мы теперь адвоката найдем? А моя кандидатура вас не устроит? Да, Пётр Сергеевич. Не важно, не важно, вы по Михееву поработали. А вот если бы постарались с Фатеевым, могли бы полностью снять вину. Да, что касается Фатеева. Как он себя чувствует? Лучше. Кризис миновал. Сейчас проходит курс реабилитации. В общем, пошёл на поправку. Прекрасно. Теперь будем ждать, когда он поправится. Да, Пётр Сергеевич, кстати, пока Фатеев болеет, вы возглавите его лыжную школу. Подождите. Я что, уволен? Нет, временно переведены на другую работу. Крутов! Ты что здесь делаешь? Я вас жду. Патроны, которыми мы стреляем. Тут немножечко порох отстрелил, немножечко. Капсулю ржавчиной побил. Ну, это ничего. Правда, у меня всё не было пять осечек, но... Это СНЗ. Новые заложили на сохранение, старые пустили в расход. Я не понимаю, куда ты кулонишь? Одним из этих патронов Михеев как раз зарядил винтовку, когда произошёл выстрел в Белоусова. И я тут думал-думал, и получилось, что вы соучастники. Ну, ну, ты полегче. Думай, прежде чем говорить. Двинул затвор и выстрел, бред, быть такого не может. Согласен. Давайте проверим просто. И что за эксперименты ты нам предлагаешь? Понял. Видимо, займётся следственный комитет. Давай винтовку. Роман Алексеевич. Иван Денисович, молодёжь нужно сразу ставить на место. Патрон. Убирайте. Чёрт. Ты упёртый, Крутов. Так, всё. Эксперимент закончен. Бог любит Троицу. И вот я думаю. Если патроны прислали вы, чё ж ты Михеев должен один за всё отдуаться-то? Несправедливо? Это не по адресу. Этим занимается следствие. Да это понятно. Но вы же с их начальниками знакомы. Вы в баньку вместе ходите, водку пьёте. Попросите поговорить, они же не откажут. Проходите. Распишитесь. Ты что? Постановление о вашем освобождении. Я тут ни при чём. Ты понимаю. Я могу идти? Да. Надолго ли? Так. Да. Да. Продолжение следует... Простите, пожалуйста, а здесь человек из тюрьмы вернулся? Попал, попал, попал! Слопну, да! Слопну, да! Чё ты к нам не зашёл? Да и думал бы он вообще-то на тренировке Ага Всё, отстрелялись Батя в больнице, меня в отстой Один Пашка в команде остался Я в курсе Кстати, Серёга, ты Пашке ноги должен целовать Это он тебя от тюрьмы спас Чё, чё, чё? А чё, разве не так? Он доказал Кириленко, что патрон, с которого ты стрелял, был некондиционным Кстати, я тут одну пачку занакал Пашка у нас следопыт А я другие заряжал Дебил Так... Тут больно? Нет Молодой человек, не надо мне показывать, что вы умеете терпеть боль А тут... Больно Это же здорово Доктор, я буду ходить Ну, конечно Правда, не сразу Не сразу Со временем Мы пригласили профессора Симагина как ведущего специалиста в этой области А если он скажет, что нужна операция за границей? Я полностью готов её финансировать А... да Так же я хотел бы извиниться За своё хамское поведение перед Юлией Лозинской Гена Юлия Я прошу прощения АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы сами Никогда не произносили избитую фразу на небоге? Нет Вы же врач Нет Должны меня понять Я никогда Никогда так не говорю пациентам Мои пациенты Верят мне И я делаю всё Чтобы мне доверяли Есть? Да, да, да У меня тоже большой опыт Я стараюсь не обещать Если я понимаю, что Поймите, я Что это бессмысленно И главное Я им не вру А вы солгали Ну как же так Ну как же Как же так, профессор Ну вы же сами Вы сказали А что? Что мне было ему говорить? Правду? Угу То, что он никогда больше не сможет стать на ноги? И тем самым Тут же Убьёт в себе самое главное Надежду Ну подождите Давайте подумаем Может быть Всё-таки можно что-нибудь сделать? Ну вы сами его оперировали? Да Вы видели снимки Такая травма не лечится Ни консервативно Ни хирургически Но вы пообещали Вы пообещали моему сыну Вы сказали, что он будет Да Будет ходить Но я не сказал На чём На костылях Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там нас не удержат бетонные блоки Нам, нам не нужны будут полунамёки И пускай я даже не прав и в итоге Но она забудет про эти заскоки Я, я как обычно могу разозлиться Но быть без неё это самоубийство И скорят недели как жёлтые листья Но мы будем вместе, мы с ней ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боря, успокойся Я не нервничаю, да? Все едет Улыбаемся Боря, улыбаемся На себя посмотри Я улыбаюсь Я улыбаюсь Здрасте Улыбаемся, улыбаемся Ну что, привет, братья-кролики Чё состынет? Где твой фотоаппарат, Борь? Нужно же запечатлеться и торжественный момент Возвращение блудного сына в родные пенаты Да Да ладно, Макс, я тебе ещё такие портреты сделаю С возвращением Как говорит моя бабушка, куда посадили, там и сиди Ну что, поехали Поехали Отец Да Все для блага инвалида? Ну, это чтоб ты сам, сынок, мог выходить Ну, если тебе не нравится Да нет, все в порядке Поехали Наталья Васильевна, эту фотографию, наверное, лучше убрать, ну, чтобы не травмировать Конечно, конечно, быстрее Не трогайте Так, эти цацки убрать, а лучше выкинуть Да Кому-то игрушки, а кому-то подушки Максим Извините, я выйду на секунду Мама, а где мой ноутбук? Ниночка, ты посмотри вот там Ладно, Пашка, давай Иди Я помогать буду Справимся Справимся Ты че, с нас снова обалдели, да? Согласна, вышла по-дурацки Но, знаешь, вообще-то немного тяжело Видеть, как человек возвращается домой без ног Да он возвращается домой И с ним должны быть его друзья А это мы, или я что-то неправильно понимаю Да, если ты так говоришь Только чем мы ему поможем? Подушки будем поправлять? Или на прогулки возить? Максим равно останется один Да он не один Никогда не будет один, потому что мы его друзья Ладно, он мой друг Мы плохие, ты один хороший Слушай, ты Мы когда все вместе на лыжне были Ты так же думал, да? Была команда, а сейчас нет команды Максим двали до коляски Фатеев болеет Серега в подполье ушел Я на свадьбу башняю Кстати, мы плохие бабки На Машке будешь жениться Ты обращайся Я тебе скидку сделаю У меня денег нет на такого фотографа Машка раскребет! Пока! Ну и зачем ты так? Дурак, потому что Мы всегда вместе семи лет А тут от кулака один палец остался Ну а кто тебе мешает вернуться на лыжню? Я без команды никто, а А Пашка один побежит, мы ему нафиг не нужны Так он все-таки женится? Возможно, что возможно Здравствуйте, Сергей! А там один наш друг, Максим, домой вернулся Я думал, может зайдете? А может не зайду? А, понимаю Нелегко смотреть на человека, которого сделал инвалидом, да? Смотри, я бы на твоем месте пришел Ты не на моем месте, понял? Мне Боря сказал, я тебе должен ножки целовать А то, что ты мне из тюряги вытащил Придурок, да ты не мне должен ножки целовать Ты должен целовать пачку тупых патронов Если бы ты знал, что я фирменный немецкий заряжал, а? Все равно бы меня спасал, да? Ну? Чего молчишь-то? Не спасал бы Не стал бы Вот в ответ Серег Все, что сейчас скажешь, останется между нами Давай, говори, я должен знать Специально ты стрелял или нет Я ненавидел Максима в ту минуту Я был готов его убить Это правда Но выстрел случайный Это тоже правда Только тебе решать, в какую правду верить Твой выстрел Случайный, он или нет, убил нас всех О чем ты заряжал, это я и сам знал Твой немецкий патрон В раздевалке я его тогда подобрал Ой, какой воздух Ну вот Пошли на поправку А, да, боже А Жизнь, здоровая, готов к другой обороне Рад видеть вас в добром здравии Василий Иванович, разрешите? Я не разрешаю Не видите у нас процедуру? Зачем вы здесь? Исключительно подушке, голубушка, не сердитесь Я Никифоров, из Минспорта Делов на пять минут, документик подпишем Тут же исчезну Мы произвели ревизию финансовую по отчетности Краевого спорткомитета Мне будет тет-а-тет, милая девушка Игель ваш Пять минут Это хочешь, чтобы я подписал в эту липу? Василий Иванович То, что вы называете липой, это просто завышенная смета Немного превысили расходы для того, чтобы закупить, к примеру, качественные титановые ловяжные палки Ну, не мне вам объяснять Ну, это же просто формально Да, поэтому бумагам получается, что мои ребята на сборах питались черной икрой и рябочками закусывали Ну, не надо драматизировать, я же говорил вам, что это уже не ваша печаль Моя печаль, у меня здесь перерасход на три миллиона И что ты не видел, я этих ваших титановых палок Вы же если воруете, так знайте меру Ну, сгутные слова какие воруете Я же говорил вам, что все сделано и лучшим образом, вам вопросов никто не задаст Подпишите только Уханя Нет, напрасно, напрасно, вы так, Василий Иванович Вам же хуже будет Василий Иванович, ну нельзя же рубить, сука, на котором сидите Да в сепки! В сепки это даст, сука, на котором вы наделитесь Это же документ Уселься Что же вы ножками болтаете? Вон отсюда! Какой, какой тревожный человек, неизлечимо болен Тихо, 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 садимся Тихо, 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 садимся Укол, быстро Садимся, спокойно, спокойно Все хорошо Пока Саша, дурак Все Попал в платье в табак Дурак, пусть теперь платье не хочет по-хорошему Будет по-моему Поехали, Леша Дурак, пусть теперь платье не хочет по-хорошему Попал в 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 платье не хочет по-хорошему Продолжение следует... Продолжение следует... Успокойся, сейчас я соберу, я сейчас, я сейчас все буду собирать. Успокойся, все хорошо. Ты не поранился, нет? Порви фотографии, принеси водки. Не надо, я, пожалуйста, я прошу тебя, это нехорошо. Я тебе сказал, порви фотографии, принеси мне водки. Что ты постоянно мне говоришь, это можно и нельзя. Я тебе сказал, принеси водки мне. Водки мне дай. Ты как с матерью разговариваешь? Мужик. Мужики, это те, кто с войны вернулись без рук, без ног. И не распускали. Забыл? Дед Матвей, прадед твой, без руки вернулся, без правой? Тридцать лет в колхозе пахал, троих детей поднял. Тогда полстраны разукомплектованными вернулись. И ничего, не было таких колясок. И компьютеров, шмутеров твоих не было. А ты сопли распустил, мужик. Водки хочешь? Сейчас принесу. Не надо, пап. Мать не смейте обижать. Ты слышишь меня? Да. Эмоции под контроль. А то я не посмотрю, как в детстве воспитаю. Ром, надо поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. 25 минут уже тренировка идет. В чем дело? Иди, я догоню тебя. Когда приехали? Да вчера приехали. Слушай, с Фатейевым проблемой. Представляешь? Аттракцион устроил. Я, говорит, фальшивку подписывать не буду. Кулаками машет, ногами топает. Валентина Сергеевна, давайте вот эти вопросы без меня. Финансовые проблемы, ваши проблемы. А ты что, мимо проходил? Рома, да не плюешь ты в колодец, из которого пью. Я не финансовый инспектор, я главный тренер. Вы лучше на дочку вашу повлияйте. Машка ленится в последнее время. Результаты никакие, извините. О, здравствуй, Валентина Сергеевна. Здравствуйте. Хотела вас спросить. Все, Коля, не до тебя. Маш. И че твоя мать такая сердитая сегодня? Да проверяли крыльевой комитет. На Фатееве не достать в три миллиона. А он в отказ. Говорит, засуньте свои отчеты в какое-нибудь теплое место. Ты же красивая, интеллигентная девушка. Почему такие грубости? Тебе это совсем не идет. Еще раз. И об этом узнает Крутов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курчицкий, на две секунды отстал. Что с тобой происходит? Устал? Ногу подвернул. Давай поднимайся. Достал уже своими тренировками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, тебя можно поздравить? Вторую девушу, сборную? Ты первым? А то. Это атака пока. Краевые соревнования начнутся, на ролике встанем, посмотрим, что дружно с каждым. Ага. А твой батя-то еще не в тюрьме? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты сказал? Ты принесешь долг в три миллиона. Лидия, говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рад, что на Фатеева недосдачу вешают. Круто в тебя мамка в детстве не учила? Стучаться, когда входишь. А сейчас развернулся и вышел отсюда тихо. Значит, правда. Да. Вы же знаете, Фатеева, он никогда в жизни копейки себе не возьмет. Слушай, не морочь мне голову. Роман Алексеевич, вы влиятельный человек. Можете за него поручиться, вас послушают. Слушай, хочешь, чтобы твой тренер гордился тобой? Так иди и тренируся. Если ты действительно горишь желанием помочь своему этому Фатееву, так должен оказаться в сборной страны. Все, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам батю не отдам. Чего? Кому это вам? Он мне еще будет угрожать. Дожили. Яйца курицу учат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Ну, присели. Встали. Повернули затылок друг другу. Затылок повернулись. Присели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. А-а-а. Здравствуйте. Средина Сергеевна, здравствуйте. Петр Сергеевич, дорогой, разберитесь, разберитесь с Фатеевым. Мне что на Фатеева смеетно рубашку одеть? Я вам уже сказать, на обочине жизни. Вы же сами меня отправили в ссылку. Вы шабли в день спорта. Я больше никому не указ. Много шума, мало дела. Скандал. Нам скандалы ни к чему. И еще Пашка Крутов в это дело влез. Надо его остановить. Активнее ногами работаем. Ну? Где этот правдорубки? Вон стреляет. По второй мишени. Паша. Длинный прокат, Артем. Подожди, подожди, подожди. Молодец, Паша. Молодец. Бережной тебя выделяет. Так что считай, ты уже в сборной. Вы про Батю слышали? Ну, а то как же. Хочу тебя обрадовать. Все в порядке. Вернее, скоро будет все в порядке. А, то есть, я официально извиняюсь. Ну, видишь ли, деньги за Батю отдадут любящие его люди. Так что инцидент исчерпал. Абсолютно. Батя откупился, Батя вор, а вы его друг. Да? Угомонись, угомонись, угомонись. И не лезь в все это дело. Оно тебе надо. Батю побереги. Он не переживет. Если ты из-за него вылетишь из сборной. Ведь ты же один у него остался. Так что твой успех, это его успех. А какая у нас там связь между Батей и сборной? Никакой. Но пунктирчик-то есть. Вот подумай. Угроза? Ну, какая угроза? Так, совет. В общем, я звонил главврачу. Батя становится хуже и хуже. Его надо как-то вытаскивать. Понятно. Ты знаешь, я поговорю с отцом, он даст денег. Да вы чё? Вы сговорились все, что ли? Какие? При чём тут деньги-то? Деньги, деньги, деньги. Тут дело справедливости, а не деньга. Короче, надо сделать так, чтобы они сами признали свою ошибку. Официально, чтобы извинились перед ним, понимаешь? Ну, я тебе предлагаю взять ментовку, ящик патронов и вперёд в Москву. Макс. Ты чё смеёшься? Макс, ну я сам всё сделаю, мне просто нужны доказательства. У них есть сайт, ты это знаешь. Как ты себе это представляешь? Ну, как я зайду на этот сайт? Ты умный, а не я. Ну да, правильно. И мне, как умному инвалиду, скосят пару лет. Они. Кто они? Белая гвардия, враги народа. Для меня они враги народа. Ну, понятно. Ты сделаешь или нет? Ну, хорошо, я что-нибудь придумаю. Всё равно я собирался осваивать профессию хакера. Надо же когда-то начинать. Я тебя отвезу. Не надо, я сам. Иди. Не надо. Она не моя, она твоя, да? Не вздумай выкидывать, когда-нибудь пригодится. Максим, ты собираешься домой? Да, батя, сейчас иду. Максим, ты собираешь. Максим, ты собираешься домой? А это вы? Угу. Это я в Москву в этот день уезжала в институт поступать. А теперь... Смотрите. Что я такой, урод-то? Такой есть. Это экспрессия, Паш. Вот ты еще не понимаешь, что в настоящем искусстве. Это экспрессия. Борь. Ну-ну-ну-ну-ну, не томи, ну. Ну уж смело заниматься спортивной фотографией. Ведь вы все хорошо. Спасибо. А вот за это дело можно и выпить. Да, мы сейчас с Яной сообразим что-нибудь, а вы без нас не начинаете. А у нас нечего. А, это когда в движении. Вчера я с Максом встречался. Он мне про Батю сказал, так? Ну так. Ты что, ты собираешься в Москву, заправдой? Борь, ну давай не уговорить Путину. Да не лезь ты туда, там все в доле. Да не лезь ты со своими советами, когда тебя не просят. Ты постоянно прешь впереди паровоза. И Батя тоже лох. Да смотри, что подписываешь. Что ты сказал? Батя лох? Батя лох, когда он у тебя в шестом классе с твоей ногой сломанной пять километров на своем горбу нес. Он тоже лох был, да? Он тоже лох был. Что? Вы чего, Борь? Да нет, все нормально. До свидания. Подождите, подождите. Мы же еще шампанского даже не выпили. Ну, ведь мы его в другой раз. Борь, что случилось-то? Нормально все. Так что случилось-то? Чем смени? Ну, остановись. Паш. А ты не хочешь меня поцеловать? Я тебя ненавижу. Ты со мной? Ты со мной? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тогда обещай мне... Бабулечка, я могу обещать тебе только одно. Я никогда тебе не буду врать. Плохо, Рита. Хуже не бывает. Пропал, Светка. Я сказал, не надо. Так окно открыто, холодно же. Оставь меня в покое. Ну сделай хотя бы музыку потише, и ты вон тебя как долбит. Отстань! Слушай, ты достала меня уже со своими витаминами, запретами. Я тебе сказал, оставь меня в покое. А вот это ты зря. Витамина не знаешь какие? Полезные. Ты какие пьешь? Угостишь меня? Привет. Привет. Здрасте, Наталья Васильевна. Привет, что случилось? Что? Максима опять обидел тебя, да? Да она приехала, Светка, москвичка. А Максим как блин масляный, улыбка до ушей. Ему то яблочко, то морковочку. На меня кричит. Ну, Нин. Ну ладно тебе, ну, Нин. Наталья Васильевна, вы это, вы ее в дом больше не пускаете? Она такая, еще сейчас и ночевать у вас останется. А у Максима это любовь или что? Как это называется? На этот вопрос ответа нет. А ну давай. Аккуратней. Подожди, так быстро. Не тяжело? Смотреть противно. Главное попасть. Тихо, тихо, аккуратней. Поехали, 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 поехали. Ой, тихо, тихо. Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Еще. Еще. Опа. Прикиньте. Серега. Братуха, здорово. Пацаны старше, братан мой приехал. Прикиньте. Братан, присаживайся. Между прочим, мастер спорта по биатлону. Он мне как родной одет. Че он встал? Давай, проходи, садись. Давай, к нам. Налевайся, открывайся. Давай, налевай давай, че садись. Ну? Серега, Серега! Серега, не что? Ничего. Серега, капни бьет. Серега! Серега, успокойся! Даже грушу не повесил. Серега! Серега! Серега, это только раз было. Ну, Саня, днюха, ты влетел, компанию разбил, меня в третет уронил, мне шестерку вообще теперь называть будут. Слушай, заткнись, а. Я еще раз берусь, что ты за трус такой, и откуда тебе вот это все? Я работаю охранником, все по чесноку, все по чесноку и учебе не мешает. А ты здесь жить будешь? Кончилось цело, Фаславик, теребуешь меня под надзором. Устроиться на работу, сниму квартиру, туда переедем, понял? С работы помочь могу. Есть люди, уважают меня. Да ну! Я скучал. Кандидат с народом, хорошо. О, кандидат строитель, кандидат решает продовольственные проблемы. Здесь, конечно, не хватает жены кандидата. Отличная мысль. Показать приверженность семейным ценностям. Не хватает. Послушай, Серега. Я скучал так же получил. Антон. Стоп. Предлагаю это отметить. Скатерть, Диана, блин, быстрее. Вообще-то. Я хотел, чтобы все было красиво. Как девушку любит. Да нет, ты что? Все было круто. Тем более, что я тебе не девушка, а товарищ. И она. Будь моя жена. Пожалуйста. Антош, ну не надо. Ну запомни, ну я твой товарищ по предвыборной кампании. Ты бы ел торт. Девушку мы тебе найдем, не грусти. Горобочку я еду. Горобочку я еду. Завет у тебя сохранить. Ладно. 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 Такого романтического вечера у меня никогда не было. Мне тоже. Мне тоже. Понял, да? Ладно. Спасибо. На следе. Давай. Опа. Проходи. Проходи. Так. Ну и чего ты пришел? Все время сон вижу. Пуля эта летит и я никто. Что? Для меня спорт команда наша. Они были всем. Это был мой единственный шанс вырваться куда-то. Интересно, у нас разговор получается. Я тебя что утешить должен? Нет. Поверить. Я не хотел этой случайности. Я не стал бы вот так терять свой единственный шанс. Прости. Если что-то нужно будет… Нужно, да. Нужно. Не приходи сюда больше. Тебе пришли. Кто? Это снайпер наш. Киллер. Ну вот смотри, видишь, я взломал сайт. А вот список имен, да, которые, видимо, пилят бюджет. Видишь? Так, значит… Это что, папа? Да, похоже, твой отец в доле. Я… Сейчас я… Света, Света, сядь. Я… Сядь. Сядь. Ты помнишь, как тебя зовут? Светлана Кривцова, а не Павлик Морозов. Помнишь, Света? Дай флешку. Дай мне флешку. Света! Да. Света, есть обстоятельства, которые сильнее нас. Правила игры. А Фатеев с вами не играл и все на него списали. Так? Фатеев не святой. И он тебе правила хорошо знал. Помнишь, я обещала тебе никогда не врать. Я еду к Паше. А он… Ну, он сам решится. Подожди, как ты доберешься туда? Это не край света, автобус уходит. Паша. Привет. Здорово. Это вот Максим передал. Это поможет спасти Фатеева. Вернусь через два дня. А ты понимаешь, что это нарушение графика тренировок? И повод быть отчисленными с командой. Я предупредил. Я тоже предупредил. Что делать? Ничего уже не делать. Если б Фатеев тогда подписал… Да что теперь говорить? Сложно с такими пассажирами бюджет пилить. Извинимся. Скажем, произошла ошибка по вине неопытного аудитора. Петр Сергеевич, как вам с другом-то не повезло? Сколько бед от него. Как я жалею уже. Вот сто раз уже пожалела, что взяла его команду. Ой. Ой. Все. Прощаюсь. Расслабьтесь. Привет. Привет. Мам. А ты что, тоже бюджет пилишь? Ты что несешь? Мы за всем и следить не можем. У нас биатлонные центры по всей стране. Да… А ты знаешь, сколько государство на вас тратит? Обмундирование, лыжи. А чемпионаты эти ваши… Европы, мира. Ну, ты что? Я пошутила. Ну… Ты что такая бледная? Я… Не бледная вроде. Бледная. Слушай, что-то Пашка опять сел, да? Ой, слушай, завязывай ты уже со своим Пашкой. Мам, ну не начинай, пожалуйста. Да. Ну какое с Крутовым счастье, а? Лезет куда не надо, хамит. С влиятельными людьми ссорится. Машонь, обрати внимание на Кульчицкого. Ой, какой хороший парень. Слушай, он же будет олимпийским чемпионом. А Крутов твой? А Крутова я люблю. Мм… Сдаюсь. На. Кого хочешь и как хочешь. Вы что же, взломали наш сайт? Откуда у вас эти материалы? Это неважно, откуда у нас эти материалы. Я вас не шантажировать приехал, я хочу, чтобы… А я уже понял, я понял, что вы хотели. Все чего-то хотят. Вы немного опоздали с этим вашим компроматом. Мы все проверили. Ошибка неопытного аудитора, все недоразумения устранены. Фатию Василию Ивановичу принесли извинения. Сейчас честно. У нас здесь не цирк шапит, а молодой человек. Василия Ивановича мы ценим, уважаем. Более того, мы оставили его в тренерском составе за прошлые заслуги. А могли бы на пенсию отправить по инвалидности. Ну, тогда я пошел. Ну, тогда идите. Ух, повезло Василию Ивановичу. Таких ребят воспитал. Срок небольшой, но все-таки я бы посоветовала вам быть осторожной. Тренировки уменьшить. Если сильно начнете нагружать себя, может быть, выгибаешь. Вам понятно? Удачи вам. Я хотела тебе сказать... Повзрослей, пожалуйста. Не понял. Ну, зачем ты устроил весь этот спектакль в министерстве? Маша, потому что Фатеев для меня как отец. Фатеев – это пройденный этап. Спасибо ему, конечно. Но сейчас важны и другие люди. Маша. Пашка. Я верю, что ты выиграешь олимпиаду. Настя, конечно, не будешь дураком. Не надо меня строить, Маша. Я все сам разберусь. Сейчас я наговорю и... Фу! Ты не хочешь меня поцеловать? Ты со мной. Так. Значит, мы с тобой. Сейчас как это... Не в смысле, ты плохая или я плохой. Это не в этом. Ты хочешь сказать, что я сегодня очень красивая? Ты очень красивая, Маша. Потому что беременность красит женщину. Да... Ладно. Не в этом дело. Мы с тобой. Что ты сказала? У нас будет сын. Там нас не удержат бетонные блоки. Нам... Нам не нужны будут полунамеки. И... Пускай я даже не прав был в итоге. Но... Она забудет про эти заскоки. Я... Я как обычно могу разозлиться. Но... Быть без нее это самоубийство. И... Скорят недели как желтые листья. Но... Мы будем вместе. Мы с ней. Мы с ней. Мы с ней... Мы с ней. Мы с ней. Мы с ней спешили... Ну? Да, это хорошо, что меня вообще на один день нет. Ну и сколько я теперь тебя не увижу? Я же рядом, подскочу на денё. А может, останешься, а? Лам, Галь, не баламуть. Спортсмен как солдат. Надя, я опоздал из отпуска. Гауптвахта, да, Паш? Да, какая гауптвахта? У нас там за опоздание вообще могут и сборную выгнать. И сборную России. Слушай, а сколько вас таких молодых в эту сборную-то призвали? Двоих из двадцати. Ай! О, Галь, гордись. Я горжусь. Страна большая, народу уйма, а взяли только двоих. Паша, а на Олимпиаду поедешь? Да, до Олимпиады ещё пахать, пахать. Так, присядем на дорожку. Садись. Так. Ну? С Богом. Сыночек, не простыни. Ну что? Подожди. Вот это. Возьми. Бери, ну. Бери. Пашенька. Ну? Там, Алексеич, опять сборы. Опять тренировки, подготовка к новому сезону. Каждый год одно и то же. Не надоело? Нет, вы знаете, не надоело. А потом год на год ведь не похож. Мы анализируем наши ошибки, корректируем наши планы. А насколько нам стоит ожидать обновления состава команды? Костяк команды останется прежней, но новые перспективные спортсмены обязательно появятся. Вот тебе, Пашка, наглядный пример роли личности в истории. Администратор сменился, всё, бардак начался. Это не бардак, с тобой просто не прислали машину. Да нет, всё начинается как раз с мелочей. Вот сейчас машину не прислали, потом с экипировкой напутали, потом тебе загранпаспорт не сделают, и ты не попадаешь на Олимпиаду. Коль, с тобой просто не прислали машину в аэропорте, всё. Ты представляешь, если бы за Устьянцевым просто не прислали бы машину? Там Устьянцев будет? Там Устьянцев, Широков, Генка опарен, все будут. Они уже там, наверное, обсуждают новую Генкину машину. В прошлом сезоне на Кубке мира удачно отбегал, так заработал, вот, решил обновить. Дурак ты, Гена, пенёк. Это ещё почему? Ну, представляешь, если у тебя в этом сезоне не попрёт. Да, или травма. Да, или, гляди, того хуже, кто-нибудь из этих молодых возьмёт и вытеснет тебя из команды. Ну, подожди, это ты на что сейчас намекаешь? Ген, на то, что заработанные деньги нужно вкладывать. С умом. А тебе сколько ещё бегать? Лет пять, не больше. Да, это максимум. И что, закончишь ты карьеру, и останется у тебя тачка. Но никому не нужно, и всё. Ну что, Геракл, я тебе говорил, такси надо было вызвать. Ты сэкономим, сэкономим. Уже всё отваливается, руки отваливаются. Та-дам! Так это ты наш автобус угнала? У тебя, Маш, совесть есть? Так, Коля, не выступай, мне надо было срочно вкручу на консультацию. А что случилось? Так, я тебе всё и рассказала. Будешь много знать, скоро состаришься и вылетишь из сборной. Давайте, залезайте. А то есть на летний чемпионат Европы поедут не только проверенные спортсмены? Шансы у всех равны. На соревнования поедут только те, кто будет лучше готов на тот момент. А это может быть и молодой Кульчицкий? И Ула Креймер, и Маша Сенина, и Павел Крутов. Здорово, пацаны. Здорово. Ребят, вы Бережного видели? Видели, вон он. Далеко в эфире. О, сейчас, Алексеич, о своих планах всей России раструбадурит, а нам потом отвечать. Давай, Паша, иди к администратору, экипируйся, размещайся. И через час на обед. Добро. Давай, только не опаздывай, Пап. Ой, совсем забыл, самое важное сказать. Это он о чем? О Дресконе. Паш, подожди. Совсем забыл сказать, самое важное. У Бережного есть один бзик, а он требует, чтобы все на обед приходили в строгих костюмах. Галстук? Да, белая рубашка там, галстук. Ну, у всех свои тараканы, видишь, у него вон во фраках. Ладно, спасибо. Давай, не за что. И последний вопрос, Роман Алексеевич. Он связан с тем трагическим выстрелом настребивающий. Да, это ужасное происшествие. Но мы сделали соответствующие выводы, и я уверен, что такого больше не повторится. Да, не сомневаюсь. И все-таки уголовные дела на Михееву решатся закрыты. Все обвинения с них полностью сняты. Возможно ли их возвращение в биатлон и в сборную, я думаю, это исключено. Поэтическим изображением. Честь страны должна защищать только кристально чистые люди. Большое спасибо, Роман Алексеевич. Слышь, ты, тормоз, я к тебе обращаюсь. С вами была я. Не понял, что ли, а? Можно я говорю? Ешь, ешь, подкрепляйся давай. Завтра все у тебя начнется. Ем, ем. Ты тоже давай. Ты чего так вырядился? Чего, не нравится? Ну, почему? Очень нравится. Я тебя таким красивым еще никогда не видела. Я для тебя и одел. Ой, ладно, заливать-то. Тебя, нибудь, Широков подколол? Что Широков-то? Я... У меня праздник. Праздник? Картошку и гречку. Какой праздник? Первый раз в сборной? Первый раз встану отцом. А-а-а-а. Что там врач вообще-то сказал? Понятно. Ну, сказал, что я в полном порядке. И могу тренироваться без ограничений. Слушай, конечно, покрестился он. Сейчас, смотри, вечером пойдем. Ну, и нахрена ты его ударил, а? Тебе же деньги нужны? Нужны. А в этом баре нормально можно было забашлять. Ничего. Я найду, где заработать. Давайте я со скифом познакомлю. Нормально мы уже. И таких, как ты, уважают. Славя, послушай меня, пожалуйста. Бросьте своих этих скифов. Кривых, косых, горбатых. Учись. Своим трудоустройством я сам займусь. Все, пока. Кудович. Давай. Бруно Шнайдер? А-а. Трехкратный олимпийский чемпион? Правильно. Врага нужно в лицо узнать. Ну, ты что обиделся? На что? Ну, на розыгрыш. Какой розыгрыш? Ну, ты ж один на обед в костюме приперся. Да? А я не заметил. Что, в натуре? Тебя такой вид дал был. На самом деле, я думал, ты меня после обеда двинешь. Я бы двинул. Да. Ну, смотри, еще раз так делаешь, двинул. Понял. Да. Я серьезно. Да, понял. Работаем как обычно. Неделю лыжи, роллеры и тренажеры, потом стрелковая подготовка. Сегодня пять кругов по полтора километра. Бежим по нарастающей. А мало ли, Алексей. Да может, ты с четырех начнешь сегодня? Нет, ты на брюху на свое посмотри. Разжирел за рулем? Тебе шести будет мало. Допросился. Так, все, пошли. Как успехи. Поразительные. Тыдка. Нормально. Есть все очень одаренно, ребят. Кошелев подрастет. Он твоего крутого за поезд заткнет. Ну, это еще пусть подрастет. А что ты пришел-то? Меня контролировать или учить? Да поздно тебя учить-то. Все, Петя, амнистию тебе объявили. Вот, из министерства факс пришел. Кончилась твоя ссылка. Свободен. Ася. Одумались. А то. Понимаю. О, Света, привет. Хорошо, что ты дома. Так. 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 Пап, что случилось? Собирайся. Мы завтра вылетаем в Москву. Ритя уже позвонил, она нас ждет. Одумались. Одумались. Я знал, что я им еще нужен. Меня восстановили в должности. Поздравляю. Только я здесь при чем? Как при чем? Я тебя здесь одну не оставлю. Интересно. А меня кто не спросил? Между прочим, я уже совершеннолетняя. Могу паспорт показать. При чем здесь паспорт? Ну, при чем здесь паспорт, а? Ну, как ты здесь одна собираешься жить, а? Вот и сама посудила. Вот что я твоей матери скажу? Она же волнуется, а? А маме скажи, что я уже взрослая. Я в магазин за продуктами. Тебе что-нибудь купить? Самолете покормят. Отлично. Ты е... 5.30. На следующем круге сбросить 30 секунд. Прибавили. Не могу, Маш. Последний круг. Давай, помогу. Маш, ты что, беги? Ты ведь зверюга этого еще не знаешь. Увидишь, что последний пришел. Бережной еще круг бежать заставит. Значит, вместе побежим, давай спать. Ну, как ты? Как видите, Катавич. Послушайте. Как говорит моя бабка, если молчать, так и дело не скончать. Мудрой женщине. Видишь ли, Максим, Светлана моя дочь. Единственная дочь. Я знаю. Несколько лет назад с ней случилось несчастье. Ее изнасиловали. Жестоко, воровски. Да, Светлана рассказывала мне об этом. Даже так? Ну, что ж, тем лучше. Мы с ее матерью думали, что она вообще не выживет. Или свихнется. Но вот как-то все обошлось. И тут нарисовался я. Я против тебя ведь ничего не имею. Ты хороший парень. И умный, и образованный. Да и вообще симпатичный. Инвалид. А для меня она только ребенок. Который учится, совершает ошибки. Набивает шишки. Я хочу, чтобы она была счастлива. А только не со мной, так? Не знаю, Максим. Возможно, что она тебя и любит. Ну, невозможно, а точно. Ну, а что это за любовь такая? К такому же одинокому и несчастному, как ты. Ну, и что же в этом плохого? Да нет ничего плохого, нет. Но это до поры до времени. Это сейчас вы, родственные души. Я вижу, как она оттаивает, забывая эту страшную. Ну, вот видите. Возвращается к жизни. Позволь мне быть прямым. У тебя ни профессии, ни здоровья. Что ты, как мужчина, ей можешь дать? Любовь. Это до первого поворота. А дальше жизнь. Жизнь. А если будут дети? Бессонные ночи, ссоры, скандалы, все, что угодно. Что вы от меня хотите? Оставь ее. Я как отец прошу тебя. Оставь. Оставь ее. Оставь ее. Обгоняй, обгоняй! Плохо, круто! Еще круто! Максим, я пришла! А, я долгая, потому что там какая-то новенькая, видимо... Что случилось? Ничего. Как ничего, я же вижу. Можете, плохо мне... Ставь меня в покое. Что ты постоянно со мной нянчишься, как с маленьким ребенком, а? Максим... Что Максим? Что Максим? Уходи. Как уходи? Я полюбил другую женщину. А тебя я просто использовал. Завтра она переезжает ко мне, так что давай, собирай вещи и уходи. Уходи, я тебе сказал! Я сказал! Господи, какой же я дурак. Паша, все в порядке? Полно! Слушай, остановисься! Ты же западешь! Ну, чего она тобой так издевается, а? Ну, давай с мамой поговорю, хочешь? Да, пусть побегается мне. Света, подожди! Света! Подожди! Да, Максим. Тренировка окончена. Приводим себя в порядок через полчаса ужин. Не опаздывать. Ну, ты как? Не сдох. Молодец. Приезжал сегодня последний, он еще и меня два круга накинул. Два круга? Ты слышал, нет? Варень, давайте, говорит, на 30 секунд, все начнешь через чудо вообще. Надо же себе годовые нормативы выполнить. Слушай, я тебе серьезно говорю, нельзя что. Спортсмен я из ГВУ. Роман, а не слишком ли круто для первого дня? У него проблемы с личной жизнью. Ничего, втянутся. Круто в Павел, как огурчик. Нормальные нагрузки. Столовая вам не хлев. С завтрашнего дня все в парадных костюмах. В гостинице ее тоже нет. Петр Сергеевич там с ума сходит. На автовокзале была? Последний автобус шел час назад на него. Она тоже не успела. А такси? Да откуда у нее такие деньги? Ну да. Слушай, Нин, я тебя очень прошу, найди Свету. Ты сам тебе не звонил? Конечно, звонил. И смски отправлял, но она не отвечает. Нина, я тебя очень прошу, найди ее и скажи ей, что я ее очень люблю. И скажи, чтобы уезжала. Зачем ей такую инвалид, как я? Да, хорошо, я все сделаю. Зачем ей. Зачем ей. Зачем ей. Продолжение следует... 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 она легка ну что ты к нему все липнешь чем у него там медом намазано а ты попробуй у антона завтра встреча с избирателями на чугу на литейном заводе есть текст выступления ну это слишком заумно так не скажет переделаем а кстати где у антона даниловича встреча друг биоклонист издалека приехал какой-то крутов а Что ты, что Кривцов? Надо вот... Слушай, так не надо начинать. Девку вернуть, господи, делов-то. Макс, хочешь, я завтра сам за ней в Москву сгоню? Не надо. И чего? Ты ее на Аркань сюда привезешь? На чартере? Есть такая возможность. Могу иногда позволить тебе. Давай ты не будешь вмешиваться в наше дело. Господи. Мое дело озвучит. Кстати, парни, я хотел предложить, может, мы как-то уже отдохнем, соберемся все, потусим. Я вот Януку хотел вытащить, то она у меня в саде вообще головой не поднимает. У меня режим. Я пойду. Ну, тогда я тоже пас. Господи, что он? Что он с тобой сделал, Ирот? Он же тебя попросту в яму загнал. Да какую яму? Функциональную какую. Как ты вообще ходишь-то еще. У тебя же все мышцы забиты. Да ладно, не придумай. Я тебе говорю. Нога деревянная. Вставай. Ну-ка, дай-ка мне твой индивидуальный план. Ого. Да тут вся нагрузка и лошадины. Он что, тебя в гроб, что ли, хочешь загнать? Да нет, на пьедестал. Угу. На пьедестал. Что, собираешься все это выполнять? Обязан. Почему? Он мой тренер. Паша. Паша. Привет. Красивая. Спасибо. Паша, что случилось? На урок не отобрался, тренируюсь. Нет, я не об этом. Ты меня избегаешь? Не понимаю, о чем ты. Ну как не понимаешь? Ты третий день в городе и не нашел возможности со мной. Ну, у меня план тренировки. Паша, ну может ты мне просто скажешь, я не хочу тебя видеть и все. Почему? Ну это я хочу понять, почему так получается, что я постоянно тебе навязываюсь. У меня Маша. А. Очередная гонка чемпионата Европы по летнему биатлону. Это женское преследование и сегодня очень неплохо выглядят две российские спортсменки. Маша Сенина и Ула Кремер. Первый рубеж. Проходят обе без штрафа, но нужно учитывать, что позади очень серьезные конкурентки из Норвегии, Германии, Финляндии, Италии. Если честно, в женском летнем биатлоне я такой конкуренции не припомню. Обычно такие старты. Паша, ну где ты ходишь? Маша твоя, ты такой же в порядке? Иди, иди там! Че, упала? Как будто бы устала. Ее завалишь, прет как танк. За зубы. И, скорее всего, судьба победы решится на заключительном огневом рубеже. Мы видим, что он на небольшом прослете. Россиянки, но еще рано раздавать медали и... Здорово, здорово складывается стрельба. Из положения стоя для российских биатлонисток, и они опять же уходят вместе на дистанцию на заключительный круг. Ну что, Паша, похоже, обшел бы у тебя твоя подруга. Куда ты так прешь-то? Ну что ты переживаешь? Ну Машка же будет первой, это же очевидно. Это факт. Единственный, кому достанется золото, кому серебро. Претендентки Сенина или Крэмер. Да, как будто бы не было этой измурительной дистанции. Обе сохранили массу сил на финишной прямой. И тут мы видим, что все будет решать, скорее всего, фотофиниш. Ботинок Маши Сениной просекает черту раньше. Поздравляю! оставь себе на трассе отчитаешься там посмотрим чем ты тут без нас занимался как сочувствуешь прекрасно мне только одного не хватает чё ничего кого в общем не надоело прятаться и давай субботу строй помолвку согласен спасибо поздравляю я слышал тебя была классная гонка к и сама не видела да ничего интернете есть за это посмотрю парни а слушай да ну макс по болезни может до михеев звонить не могу а уборки фотосессии так что мы вдвоем да ничего страшного да не расстраивайся хорошо это ж только помолвка а на свадьбу мы их обязательно позовем да ну да да чё стоим правильно да проходите да нинка передай мне салат спасибо а ты сама поешь что-нибудь да не хочется что то как салат будешь слушайте а чё мы так груз сидим все какие-то вялые все я предлагаю выпить за здоровье наших как вас назвать женихом и невестой вот именно за наших жениха и невесту извините мне надо выйти мне тоже сейчас приду так давайте ребята за вас спасибо будьте счастливы спасибо мама ну что ж за вас не дотянусь не ну скажи вот что ты за цирк там устроила ну что это за цирк аж так говорят тебя не устраивает меня все не устраивает и крутов этот твой не устраивает и родня его нищие не устраивает нет ну ты ты не видишь за кого ты замуж выходишь а ну посмотри голодима ну ладно поиграли хватит машин ну ну что то ну помолвка и хватит а маша я никогда тебе не дам за него замуж выйти ты поняла меня поздно поздно мам ну поздно я жду ребенка дура какая же ты дура слушай отличные плакаты получились на этих плакатах не хватает только жена кандидата теперь она у тебя есть поздравляю у тебя здесь глаза какие-то злые какие есть ну ничего мы это поправим угу ну да огорошила ты меня Валентина Сергеевна представляешь мне каково представляю Роман я тебя очень прошу ты ну поговори с ней о чем о том что она уже взрослая и имеет право рожать ну как ну вот это действительно злого ты о чем о твоем будущем зяте прибавляет парень на глазах хорошо я поговорю с Машей ну семён честь папы нет в честь папы назвать нельзя почему ну потому что плохая примета называть детей в честь умерших александр 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 іапальч александр александр павлович александр павлович ну нет стоять не звучит слухай надо узнайшь как назвать woreн друзьям арнольд альберт да зачем она тебе я бережно себе вызвать срочно я так рад за вас пошли ты себе не представляешь правда а я думал вы меня отговаривать будете ну что дети такое счастье не каждому дано у вас все получилось радоваться надо да мы с пашкой только это и делаем мы вот сейчас его имя выбирали я вот еще о чем хотел с тобой поговорить ты сейчас эти сборы пройдешь а потом все в декрет без разговоров да конечно я согласна роман лететь я только вы знаете что хотел спросить а когда я могу вернуться в сборную да хоть через год сначала побегаешь за область потом за край а если пробьешься на россии там уже посмотрим на твои результаты так это года два не меньше а может больше а почему почему я не могу сразу же вернуться в сборную маш это ты у меня сейчас прима в сборной а что с тобой будет завтра а тем более через год или через два я не знаю а свято место просто не бывает сама знаешь поэтому за будущее надо бороться за будущее надо платить что тебе резина сказал ничего сказал поберечь себя ну слушай он встретит что-то 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 от Маша, ты в порядке? Теперь да. Всё нормально. Жива, здорова. Переломов нет. А ребёнок? Ребёнка она потеряла. Вы заселены. Вот и выпуска. Тут я написал свои рекомендации и лекарства, какие нужно пока принимать. Понял. Передам. Сами запомните и скажите своей подруге, что аборты до хорошего не доведут. Моем совет. Предохраняйтесь. Спасибо за совет. Мой. Мой. Давай. Продолжение следует. Заделаем мы с тобой еще, слышишь? Мань, назовем Арнольдом, слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok Эй, Тарзан, ты чего замер? Сейчас Да успокойся, нормально все с ней Жива, здорова, руки, ноги целы Подумаешь, аборт сделал Откуда ты знаешь? Я у нее в больнице был, забирал ее Врач меня за тебя и принял Все рассказал Да, я выписку видел, черным по белому аборт Да, это правда Зачем? Да потому что я так же, как и ты, хочу стать Илья Пиньей Ты говоришь-то, а? Ты что говоришь? Да у тебя на все было время И олимпийской чемпионкой стать И сына родить А ты знаешь, что меня черный бережной Фактически выкинул беременной спорной Тебе чего? Ну это уже с ней От сына отмыл Какого сына? У тебя совсем крыша поехала? Круто! Там нас не удержат бетонные блоки Нам, нам не нужны будут полу намеки И пускай я даже не прав был в итоге Но она забудет про эти заскоки Я, я как обычно могу разозлиться Но быть без нее это самоубийство И сгорят недели как желтые листья Но мы будем вместе Мы с ней Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok